Да, уважаемые коллеги, всем еще раз добрый день и спасибо, что присоединились к нашему сегодняшнему мероприятию. Наше мероприятие представляет собой круглый стол в честь Всемирного дня логики ЮНЕСКО. Мы проводим его уже в четвертый раз. Вообще Всемирный день логики в этом году будет уже в шестой раз проводиться. Мы не с самого начала к этому делу подключились. Я каждый раз повторяю, что 14 января было выбрано не случайно. Это день рождения Альфреда Тарского, он родился в 1901 году. И день смерти Курта Гёделя, он ушел в жизни в 1978 году. Каждый год мы организуем обсуждения на различные, связанные с логикой темы. Мы уже обсуждали многообразие логик. Взаимосвязи логики и аргументации, историю возникновения логики. Все эти обсуждения записаны и с ними можно ознакомиться на наших медиаресурсах. Ссылки потом скинем в итоговом письме по окончанию нашего мероприятия сегодняшнего. В этом году мы решили обсудить формальные методы и их применение в различных областях знания. Позвольте представить вам организационный комитет. Это Дмитрий Анкин, Илья Гущин, Алексей Кислов, Ольга Козырева, Виктория Сухарева и я, Лев Ландеров. Вот у нас регламент будет сегодня следующий. Четыре доклада у нас. На доклады будет по 30 минут. Поскольку возникла небольшая техническая заминка, мы чуть-чуть сдвинемся. По 30 минут, значит, на доклады. Докладчик сам решает полностью проговорить все 30 минут или оставить какое-то время для уточняющих вопросов в конце. Если время будет оставаться, вопросы можно будет в конце, после доклада задать. В принципе, общее обсуждение запланировано по окончанию всех четырех докладов. То есть, получается, через два часа общее обсуждение. Может быть, перед обсуждением таким большим мы сделаем какой-нибудь короткий перерыв. Посмотрим, как мы будем себя чувствовать. В общем, тогда и решим. Так, ну что, давайте перейдем непосредственно к докладам. Позвольте представить вам первого сегодняшнего докладчика. Это Андрей Родин. И он расскажет нам о применении формальных методов в естественных науках. Андрей, пожалуйста, тебе слово. Да, спасибо. Здравствуйте всем. Большое спасибо, Лев, за предложение, за организацию. Мне очень приятно здесь снова выступить. Я уже выступал какое-то время назад. Вот так хорошо. Прекрасно. Так, отлично. Отлично. Все, спасибо. Итак, мое название, почему автоматический метод в стиле Гильберта не годится для построения научных теорий, ну, несколько провокативно. Я объясню. Ну, совсем коротко, может быть, вот для слушателей, которые не совсем в теме, что такое аксиоматический метод в стиле Гильберта. В 899 году Давид Гильберт опубликовал очень влиятельную маленькую книжку, работу «Основание геометрии», которая потом много раз переиздавалась. Есть хорошие русские переводы. И, ну, вот я процитирую это самое начало. Мы мыслим три различные системы вещей. Вещи первой системы называем точками, обозначаем АБЦ большими буквами. Вещи второй системы называем прямыми, обозначаем маленькими буквами. Третьи называем плоскостями. И мы мыслим эти точки прямые и плоскости в определенных отношениях, обозначаем в кавычках лежать между конгруентной и так далее. Вот почему такая странная риторика? Ну, идея, конечно, в том, что вот эти термины точки прямые и плоскости при таком подходе не обязательно должны, могут, но не обязательно должны относиться к обычным интуитивным представлениям о точках прямых и плоскостях. И то же самое касается отношений, там лежать, точка лежит напрямую и так далее. А могут быть представлены какими-то другими совершенно, так сказать, математическими конструкциями, точки, например, парами чисел, как это делается на координатной плоскости. Или тройками чисел в трехмерном пространстве или каких-то вариантов уже неэвклидовой аксиоматике. Да, можно просто точки поменять местами с прямыми, как в проективной геометрии, ну и так далее. Я, конечно, сейчас не могу об этом подробно сказать, но, как говорит Гильдер, аксиомы выражают факты нашей интуиции, при этом от, так сказать, содержательной стороны, оттуитивного содержания интуиции здесь мы отвлекаемся. То есть мы можем пользоваться этой интуицией для, так сказать, интерпретации и рассуждения в нашей теории, но можем использовать и какую-то совсем другую интерпретацию, а можем в некотором отношении вообще, так сказать, обходиться без интерпретации. То есть здесь очень важно вот это различие между, собственно, теорией или, как говорят, синтаксисом теории и интерпретацией или моделями, как говорят, то есть теми интерпретациями, которые делают наши аксиомы и теоремы истинными. И вот, просто, так сказать, короткая тоже цитата, это из книжки Марио Бунге «Философия физики» 1972 года, ну о том, как Бунге описывает, как вот этот же подход должен применяться в научных теориях. На самом деле, то, что он здесь говорит, это не очень оригинально, вот можно также посмотреть книжку Альфреда Тарского, который тоже вот на русский, здесь русский перевод, она была написана много раньше, сначала по-польски, потом по-немецки, потом по-английски. И вот есть русский перевод интересный «Введение в логику методологию дедуктивных наук». Ну, вот здесь он описывает так, вообще, как устроена, так сказать, любая вообще теория. Значит, существует единственная теория, которая строится с нуля, а именно математическая логика. То есть она вот лежит в основании любых теорий. Все другие теории предполагают по меньшей мере логику и, как правило, используют дополнительные предположения. Ну, допустим, как в аксиоматической теории множеств есть логика первопорядковая, если это первопорядковая аксимитизация обычная. И есть, вот, собственно, аксиомы теории множеств с, так сказать, нелогическим дополнительным отношением, единственным в этой теории принадлежности, которые, так сказать, являются вот этими дополнительными предположениями, о которых говорит Бунге. Говоря более точно, минимальная теория, которая всякая математическая и вообще всякая научная теория принимает как данность, это обычная двузначная логика предикатов, ну, по-видимому, логику первопорядка, до полной микротеории тождества. Ну, обычно это вот некий, так сказать, тоже вопрос считать ли равенство или тождество логическим символом или нелогическим, но для нас вопрос совершенно неважный. Ну, допустим, будем считать, что, так сказать, тоже часть стандартного аппарата, который не специфичен для той или другой теории. И, как говорит Бунге, это минимальная теория, необходимая и достаточно для того, чтобы анализировать понятия формулы рассуждения, чтобы анализировать их форму. Любое математическое или научное высказывание в формальном аспекте представляет собой формулу этого исчисления. Ну, и, так сказать, я начну после такого теоретического короткого введения вот с обращением к истории. И здесь я просто, конечно, за не менее времени очень коротко, но хочу сказать, что вот в начале 20 века, когда этот метод был сформулирован, как я сказал, в такой полуформальной форме уже вот в работе в конце 19 века и более, так сказать, подробно и уже с использованием аппарата математической логики в 20-х годах, 20 века, да, в 1928 году вышла монография Гильберта и Аккермана, собственно, по математической логике, которая, так сказать, тоже использовалась, собственно, имела в виду вот эту задачу аксиматизация. Вот. И на самом деле в это время был некий такой энтузиазм общий. Ну, вообще это для истории науки такое очень плодотворное время. И вот по поводу достижений Гильберта именно в этой области, и сейчас, естественно, у него были и другие математические достижения, математической физики, например, тоже вот они имели некое влияние. Вот, например, в физике Поль Деракт в 30-м году опубликовал книжку маленькую, которую он называл «Основание квантовой механики» и Джон фон Нойман «Математические основы квантовой механики», которые, вот, так сказать, копируют по названию основания, математические основания натуральной философии Ньютона, так сказать, задачу вот за квантовой механики – это, как бы, новый Ньютон. И где и Дирек, и фон Нойман, ну, как бы, сказать, они пишут об этом, они стараются как бы вот реализовать этот аксиоматический метод. Сегодня поэтому вот говорят об аксиомах Дирека Ноймана в квантовой механике. «Биология» – тоже очень интересная работа. Здесь главной такой фигурой является вот Джозеф Генри Вудгер, опубликовал книгу в 37-м, уже чуть позже году, которая называется «Оксиматический метод биологии». Это вот из рецензии, которая вышла на эту книгу, где Халдейн, это другой важный еще представитель теоретической биологии, говорит, что книга Вудгера – это попытка достичь биологии того же, что Рассел и Уайтхед достигли в математике. Ну, здесь, так сказать, ссылка идет не на Гильберта, на Рассел и Уайтхеда, на их работы «Принципы математики», «Принципы математики», где, ну, про нее тоже они будут подробно говорить, но она тоже принадлежит к ряду вот этих попыток, так сказать, аксиоматизировать и формализовать математику. Ну, и, собственно, математика, да, ее не надо оставлять в стороне. И дело в том, что вот в этой работе, которую я упоминал, «Оставание геометрии», Гильберт использует, ну, можно сказать, такой детский пример, как «Бэби Экзампл», собственно, эвклидовой геометрии, которая, конечно, в то время уже не была, так сказать, исследовательской проблемой, если иметь в виду, собственно, эту геометрию, а не вот ее аксиоматическую структуру. И дальше были вот сразу, можно сказать, попытки использовать этот метод, опять-таки, и в математике. Вот, ну, здесь я не претендую совершенно на обзор, на полноту обзора, но вот я для примера привожу книжку Освальда Веблина и другого Вайхеда, тот Альфред Норт, этот Вайхед, который тополог, «Основание дифференциальной геометрии» 1932 года. Вот, но что интересно, что на самом деле, вот как я сейчас увидел, ни в одной из этих работ, которую я упоминаю, ни в каких-то других, собственно, вот этот аксиоматический метод не применяется в чистом виде. Ну, здесь это вот, ладно, я пропущу для времени просто ссылку о том, что Веблина и Вайхед действительно имеют, вот когда они, так сказать, некое риторическое введение в своей работе делают, они вот, собственно, рассказывают о том, что такое аксиоматический метод. Математика – это некий, значит, класс теорем, выведенный из там множества аксиом. Вот, здесь дальше они спрашивают, а как мы тогда отличаем геометрию от какой-нибудь другой математической теории? И ответ, собственно, в том, что да, это не важно, потому что вот людям так нравится это называть, и они это делают. То есть никакого принципиального ответа на этот вопрос не дается. Вот, ну вот сейчас я просто, чтобы некий контраст сделать, привожу из этой же книжки Бунге следующий отрывок. И потом я прокомментирую. Значит, Бунге пишет в 1972 году. Ошибочно думать. Стойман, вот в этой книжке 1932 года, который упоминал, действительно построил аксиоматические основания квантовой механики. В его изложении отсутствуют все характеристики современной аксиоматики. Он не предъявляет своих предпосылок, не указывает основные понятия своей теории, не перечисляет основные предложения, то есть аксиома не предлагает последовательной физической интерпретации своего формализма. В его изложении много противоречий и наивных утверждений философского характера. И тем не менее, по какой-то странной причине, эта работа считается образцом физической аксиоматики. Здесь надо сказать, что вот эта книга, книга фон Ноймена, это вообще классика квантовой физики, которая, так сказать, с точки зрения истории физики, действительно является очень важным этапом, ну, вместе вот с книжкой Дерако, которую я упоминал, то есть это действительно важный этап прояснения оснований, основных принципов и формулировки современной, ну, уже не совсем современной, мы говорим о событиях почти столетней давности, да, ну, для того времени современной квантовой механики. Вот, то есть это действительно важная книга, ну, в каком-то отношении действительно сравнимая с основаниями, с математическими основаниями физики Ньютона, то есть важнейший труд, то есть когда вот он говорит, что здесь что-то такое наивное, философское, в общем, это тоже надо иметь вид, но с другой стороны, действительно, вот достаточно, есть тоже, кстати, русский перевод этой книги фон Ноймена, который использовался как учебник, вот достаточно взять в руки, там очень много, так сказать, математики, много формул, все это, так называемая аксиоматика делается на аппарате операторов над гильбертсовскими пространствами, но действительно там, в общем-то, нет логики, понимаете, то есть вот идея, то есть, ну, в таком смысле Бунге абсолютно прав в том, что он здесь пишет, то есть вот эта его идея фон Ноймена о том, что он как-то использует аксиоматический метод, вот ее не надо принимать напрямую, что ли, да, вот он как-то скорее можно сказать, что вот этот аксиоматический метод служит для него такой мотивации, чтобы вот сформулировать эту теорию так, как он формулирует, но никакой там, так сказать, формальной логики в этой книге нет и помине. Но вот здесь я может, чтобы сэкономить время, немножко проскочу, здесь очень интересное тоже замечание Эйнштейна из его статьи «Геометрия и опыт» 23-го года, где он тоже говорит, что о том, что аксиоматический метод, причем именно в смысле Гильберта, которого он здесь, так сказать, кратко пересказывает, что это такое, и он говорит, что такому пониманию геометрии именно вот в духе Гильберта, говорит Эйнштейн, я придаю особое значение, поскольку без него я не смог бы усыновить теорию относительности. При этом его формулировка теории относительности, вот достаточно взять его статьи там 15-го года и последующие, опять-таки не имеют никакой такой понятной аксиоматической структуры, которая вот мы, ну как бы сказать, в духе Гильберта или какой-то другой. То есть здесь вот это, ну как сказать, использование Эйнштейном аксиоматического метода в качестве вот такого важной мотивации, да, построения его теории, которая, как он здесь говорит, просто была абсолютно необходима, так сказать, ну как, ну такая мотивировка для Эйнштейна, она совершенно не означает, что его теория, которую он, собственно говоря, строит, да, она вот на поверхности имеет эту аксиоматическую структуру, то есть это как бы где-то зарыто в глубине. И, собственно говоря, если посмотреть, что он тут говорит, он объясняет, что этот аксиоматический метод помог ему, ну как бы отделить геометрию от пространства, да, от опытных данных, от опыта и задать себе вопрос, какая вообще геометрия, какая геометрическая теория будет описывать вот некие, так сказать, опытные данные. Вот. Но здесь надо сказать, что, например, такой же вопрос задавали и Риммон, и Лобачевский. Причем и ни один, ни Риммон, ни Лобачевский вообще не использовали аксиоматический подход. Но для Лобачевского это вот может быть меньше известно, чем должно было быть, но я могу, так сказать, сейчас не приводя обоснований сказать, что проблема Лобачевского вообще была совершенно не в аксиомах, он совершенно, он, собственно, так сказать, выступал против использования аксиоматического метода в геометрии, опираясь при этом исключительно на аналитические средства. Но, тем не менее, вопрос о том, какая, так сказать, какой вариант геометрии соответствует реальности и какой нет, Лобачевский ставил и пытался опять-таки на него ответить вот с помощью астрономических данных его времени. Вот. Ну, если мы теперь перейдем к современности, да, здесь, понятно, у меня тоже нету времени на более подробное основание, но я бы сказал так, что вот некий факт в том, что, просто социологический факт, что логические методы сегодня практически не используются ни в естественных науках и очень мало используются в математике за пределами, вот, собственно, там, теории множеств. Ну, собственно, математической логике здесь речь не идет об использовании, да, поскольку это, собственно, сам предмет этой дисциплины. Ну, отдельно вот тоже это для отдельного, конечно, доклада, это вот компьютерная проверка доказательств, где, ну, вроде бы нам нужны какие-то логические методы, и это действительно начинает развиваться, но пока это тоже, в общем, совершенно не стало мейнстримом. И здесь я не включил это в слайды, но есть и сегодня вот исследователи, есть, например, в Венгрии группа работает, которые вот пытаются аксиматизировать, в частности, там, общую теорию относительности, и вот разговаривая, я разговариваю с этими людьми, они действительно считают, что это вот некие, ну, как сказать, просто инерция со стороны физика, вот почему они не перейдут на, вот, так сказать, язык там первопорядковой логики, но я лично очень скептичен по отношению к проекту, мне кажется, что есть вот некие принципиальные причины, почему это происходит, то есть это не вопрос просто вот в какой-то недостаточных знаниях, каких-то традициях и так далее. Вот сейчас я постараюсь как раз за оставшееся время сказать, почему. При этом надо подчеркнуть, что логические методы и подходы широко используются в философии науки, в частности, при реконструкции научных теорий в целях их философского анализа. И возникает вопрос, ну, нужно ли эту ситуацию пытаться исправить, да, что логика практически не используется в науках и, кстати, в технологиях. С компьютерными технологиями опять-таки надо говорить отдельно, но, кстати говоря, вот последние, так сказать, успехи там искусственного интеллекта, вот весь этот нынешний хайп, опять-таки не связан с логикой, да, он связан как раз с теми методами искусственного интеллекта, которые, ну, называются статистическими и которые вот отличают вот таких логических, символических методов, которые использовались, так сказать, на первом этапе развития искусственного интеллекта. Но это опять отдельная тема. Вот. И надо сказать, что ответы на этот вопрос не очень очевидны. То есть, казалось бы, за то, что логику надо бы применять в науке, но говорит о том, что... Какие аргументы? Что структура научных теории любых научных рассуждений, включая математические, должна быть логически корректна, да. То есть, для этого нужно, чтобы проверить, что они логически корректны, вот надо как бы не понимать эту корректность, здесь возможны разные какие-то варианты, но тем не менее, так при любых, так сказать, критериях, эти критерии нужно в явном виде предъявить и как-то проверить, что вот данная, допустим, теория данная какое-то рассуждение научно удовлетворяет им или нет. Ну и дополнительный аргумент такого практического характера, который возник в последние годы, это опять-таки кажущаяся, по крайней мере, необходимость логических подходов при разработке средств компьютерного представления научных знаний. Но против такого, собственно, вот другой даже не аргумент, а мнение, которое я часто слышал от многих коллег, которое стоит в том, что логика и не должна использоваться в качестве практического средства для построения научных теорий и контроля рассуждения, и что функция логики скорее должна быть ограничена именно философским анализом научных теорий. Ну, собственно, так это и обстоит, это вторая точка зрения ближе, так сказать, к тому, что на самом деле мы видим, но надо сказать, что она вот принципиально идет вразрез, например, с такой общей идеей вообще философии науки или научной философии, да, как общей идеей вообще сближения философии науки. То есть вот мы говорим, что логика – это вот инструмент для философии, ну, в каком-то смысле сама для себя, но не инструмент для, так сказать, науки и даже не для математики. Вот. Но я скорее все-таки склоняюсь к вот первому точке зрения, да, и во всяком случае интересно что-то попробовать, что-то посмотреть, какие все-таки применения возможны, тем более, что вот наш сегодняшний круглый стол посвящен именно этой теме. Вот. Но и здесь можно задать вопрос, почему так получилось, да, что вот за сто лет аксиоматический метод вот в этом исходном виде, несмотря на многочисленные систематические попытки, в общем-то, ну, плохо применяется, да, эти попытки, там, не знаю, аксиоматическая биология, конечно, осталась почти курьезом таким, ну, может быть, не курьезом, но так или иначе она совершенно не стала мейстримом, так же, как и вот формализованные физические теории. Вот. Ну, и на самом деле вот некий возможный ответ, который сразу замечу, это не я его придумал, состоит в том, что вот это базовое представление о теории, который на самом деле не специфичен за Гильбертовского метода, оно более общее, оно годится, так сказать, и для полностью неформализованных, а так сказать, содержательных теорий. Так. Да, и так, значит, в чем же загвоздка, почему аксиоматический метод плохо работает на практике в этом смысле? Ну, и вот некий возможный ответ, который я сразу замечу, вот следующий слайд принадлежит Патрику Супесу, который, так сказать, привел этот аргумент еще в 50-х и его соавторы многочисленные там и последователи, которых я просто за экономию времени не упоминаю, состоит в том, что вот такое понимание теории, как некоторого множества высказываний, да, которые там связаны отношением выводимости, оно вообще не адекватно. То есть в математике и в науке теориями называют другие вещи. А именно, как предположил Супес, теории надо отождествлять скорее с классами моделей, которые могут допускать различные аксиоматизации в смысле Гильберта, да. То есть важно, что выделить вот некий класс. При этом, смотрите, вот здесь не идет речь о каком-то радикальном отказе от подхода Гильберта, а скорее идет речь вот о дополнении вот такого исходного варианта, что ли, метода теории моделей, который как раз, кстати, вот с начала 50-х годов, собственно, термин модель вот в таком именно современном точном значении был введен Альфредом Тарским. Ну и, собственно, вот теория моделей в современном виде начала развиваться. И одновременно, кстати говоря, эта часть, так сказать, истории математики, начиная с 39-го года возникла вот эта группа знаменитой французских математиков, которые себя стали называть псевдонимом Николя Баубаки. И, собственно, Супес предложил использовать вот этот самый математический метод или вариант аксиматического метода, предложил Баубаки в науке. Вот в этом и состоял его проект. И он это назвал семантическим подходом, semantic view. Еще они это называли non-statement view, чтобы подчеркнуть, что вот именно здесь вещь идет не о предложениях, не о высказываниях, а о чем-то другом, а именно, на самом деле, о модели. Вот. И в чем тут суть этого метода? Ну, в том, чтобы рассуждать сразу в интерпретированном виде, да, чтобы вот оставить вот этот разговор о, так сказать, неинтерпретированных аксиомах и их интерпретации логиком, а использовать аксиомы интерпретированным, но использовать, на самом деле, такую экономическую интерпретацию, годящуюся для чего угодно, а именно теоретикой множественной интерпретации. Кстати, это соответствует вот тому варианту теории моделей с помощью теории множества, которую развивал Витарский. Да, дальше вот эти множества можно, как бы сказать, дальше интерпретировать. То есть, вот если мы, например, говорим, что группа – это множество каких-то элементов, да, с бинарной операцией, которые удовлетворяют формальным свойствам, то есть там есть элемент, который имеет свойство единицы, для каждого элемента есть обратная и что еще ассоциативность этой операции, да, то дальше мы можем сказать, вот у нас, допустим, там группа перестановок и наше множество – это элементы нашего множества это перестановки там или что-нибудь еще. То есть, здесь как бы такая двойная интерпретация, но мы начинаем уже, так сказать, с интерпретации. Это имеет большое значение, это не просто, так сказать, такой педагогический момент, потому что, например, теория групп таким образом построена, это вообще говоря, теория моделей, теоретика множественной моделей вот этих трех аксионов. То есть, то, что мы называем теоремами теорий групп, да, они вообще говоря не выводятся из вот этих трех аксионов теорий групп. Нам нужна теория, поскольку там речь идет о разных, так сказать, моделях. То есть, нам нужна вся теория множества, чтобы их вывести, и совершенно плюс вот эти три аксионов теорий групп. А следствие самих из этих трех аксионов – это, ну, таким образом вводится как бы тривиальная теория. То, что вот Кант назвал бы аналитическими, да, что, допустим, в группе единица только одна, не может быть двух разных единиц и так далее. Но основное, так сказать, содержание, да, там, задачи классификации конечных групп, например, и так далее – это все вот такие теоретико-множественные задачи, которые, формально говоря, вот из этих трех аксионов не выводятся, такие теории. Вот. Ну, и что из этого получилось? Ну, так сказать, еще в 50-х годах вот он, Супес построил то, что он назвал классической механикой частиц таким способом, да, что, ну, вот есть некое множество там элементов, называемые частицами, у них есть вот такие-то отношения, которые, так сказать, интерпретируются как там закона Ньютона и так далее. Ну, и дальше, на самом деле, это возникла целая индустрия таких вот реконструкций, которые, кстати, стали использовать слово структурализм, но вот в отдельном специальном смысле, который имеет отношение, конечно, к структурализму Бурбаки, но, наверное, не имеет отношения там к структурализму в каком-то более широком философском смысле, но я, кстати, сам в этом немножко поучаствовал, когда работал в качестве ассистента Улиса Мулинеса, это такой аргентинско-испанско-немецкий философ, который год работал в Париже, я с ним работал, тогда мы занимались вот реконструкцией термодинамики таким образом. Ну, и надо сказать, что это, ну, можно по-разному оценить роль и вклад вот этих усилий в философии науки, но, что касается, собственно, науки, можно строго сказать, что этот вклад равен нулю, потому что, ну, так сказать, ни один ученый это не стал использовать такого рода представление теории, хотя вот в самом начале, по крайней мере, Сутес как будто имел в виду, да, вот такие у него были вроде высказывания, вот если на ранней работе посмотреть, что это вот метод, который в науке может найти применение, но очень быстро стало понятно, что окей, это может быть полезно там для выяснения отношений между разными теориями, да, какая теория является там следственной, другой и так далее, но все это такой как бы мета-анализ со стороны и совершенно это не дает, даже в отличие от математики, где, ну, вопрос о использовании вот этого Бурбаки тоже сложный дискуссионный, я вот здесь отсылаю их в мои диссертации 20-го года и вот книги 14-го года в Шпрингере, которая вышла, но в физике, естественно, там даже вот такого ограниченного значения, такого подхода, конечно, нет, и все это существует только в философии. Ну, вот мне уже, наверное, надо, так сказать, завершать, вот давайте я совсем коротко поскольку скажу, ну, в чем здесь может быть еще какая-то попытка, да, вот такую рода программу продвинуть, которую, собственно, я предпринял в моей диссертации, ну, здесь можно сказать, что я, собственно, согласен, он прав, собственность, да, но вот эта теоретика-множественная семантика, которую он использовал, она, в общем, для науки очень плохо годится, ну, начиная, так сказать, с очевидного замечания, да, что вот вообще теория множеств, бесконечное множество очевидной физической интерпретации не имеют и непонятно, как с измерительными процедурами они связаны, а язык науки устроен, вот классической науке и даже, там, не знаю, квантовой механике использован именно так, чтобы у нас была все время связь между нашими моделями и измерениями, да, потому что это позволяет нам сравнивать с другим, в чем и состоит, все-таки, суть экспериментального метода, вот, и такой более, что ли, тонкий момент и логический, что ли, момент стоит в следующем, что вот этот вариант эксиоматического метода, хотя вот он и семантический, да, хотя мы тут и рассуждаем, но на самом деле он не дает формальных средств для построения сложных моделей из простых элементов, то есть обычно это как бы неформально делается, когда говорят, вот, возьмем множество, возьмем там его множество степеней, множество его подмножеств, то есть у нас такая квазиконструктивность, но нет никакого способа перевести вот эту квазиконструктивность в такую настоящую конструктивность в виде вот неких формальных процедур такого рода, когда бы мы из кубиков собирали что-то более сложное, как это используется при так называемым генетическим методом, как это называл Гильберт, да, ну это, собственно, традиционный метод того, как, допустим, построено начало эвклида, когда мы из, когда какие-то сложные объекты конструируются из простых объектов, или взять более современный пример, это вот определение действительных чисел, хоть по каши, хоть по додекинду, это все вот такие вот как бы квазиконструкции, которые сегодня, кстати, используются в преподавании чаще, чем, собственно, аксиоматический подход, который тоже в этом смысле возможно, тогда мы будем определять там действительные числа, как поле, такое-то, такое-то, такое-то специальное поле, вот, но вот такие подходы, хотя они понятны и известны, но тем не менее, вот они фактически меньше используются, чем, даже сегодня, в математике, чем, собственно, генетические подходы. Ну и вот я сейчас, конечно, я не буду говорить ни о каких деталях, да, но вот я попытался в качестве такой основы, что ли, для нового понятия, для более все-таки глубокого пересмотра понятия аксиоматического метода взять теорию типов и, более того, гомотопическую теорию типов в современном виде, и вот я еще, начиная с статьи, которая в 14-м году вышла, и я это развил вот в моей докторской диссертации 20-го года, я это назвал конструктивным аксиоматическим методом. Ну и чем он характеризуется просто, что вместо аксиома здесь используем правила, да, при гильбертовском подходе у нас правила на самом деле только одно, ну или два, и все эти правила логические, то есть это там модус понанс и правила подстановки, а правил для, так сказать, не пропозициональных объектов никаких нет. Вот здесь как раз все построено на правилах, то есть это то, что называется в логике стилем Генсена, формальным стилем Генсена, но важно то, что правила применяются не только к высказываниям, но и, так сказать, к объектам другой природы, не пропозициональным, ну, грубо говоря, к математическим объектам, да, вот. Ну и таким образом этот метод совмещает черты генетического и аксиоматического метода и на самом деле поддерживая структуру логики обоснования, что тут, так сказать, необычно по сравнению вот с стандартным аксиоматическим подходом со стандартной формализацией это то, что, собственно, то, что в узком смысле можно назвать логикой, да, то есть вот такое отношение между высказываниями, она окажется частью более широкой конструкции. И, а вообще эта конструкция, ну, вот как проблемы на построение эвклида, она не имеет пропозициональный характер, да, то есть она, так сказать, о ней, о конструкции можно делать некие высказывания истинные и ложные, но сама конструкция это не не пропозиция, вот. И в такой стандартной семантике этой теории типов, которая еще до всякой гомотопической теории была предложена Мартин Леофом, здесь, собственно, эти конструкции используются как вот такие свидетельства или доказательства в широком конструктивном смысле для этих самых высказываний. То есть у нас как бы высказывания встроены в конструкции, которые вот в гомотопической интерпретации можно назвать в широком смысле геометрическими конструкциями. Вот это такая необычная по сравнению вот с подходом Гильберта вообще соотношение между, ну, допустим, геометрией логикой. Вот. Ну и, собственно, вот то, что я попытался делать уже от себя, это попытаться интерпретировать эти формальные конструкции как физические эксперименты, ну, точнее, как методы их реализации, да. И здесь вообще важно, что такой подход, вот как мне кажется, позволяет реабилитировать в некотором смысле и дать должное место понятию метода, поскольку при стандартном аксиоматическом подходе метод это, ну, что-то такое вот эвристическое, да. Это не то, что является частью, в собственном смысле, теории, а скорее вот неким способом, с чем там работать и так далее. Здесь как раз при таком подходе именно метод, формализованный вот в стиле Гетсона, да, как некий алгоритм, как набор формальных правил, он становится как раз полноценной центральной частью теории. Ну, вот здесь я какой-то пытался нарисовать схему и, конечно, очень неточно применить ее вот к эксперименту Лайга, это вот наблюдение гравитационных волн, которые еще в 916 году были теоретически предсказаны Эйнштейном. И вот в 2015, ну, смотря что там считать моментом открытия, да, но, собственно говоря, вот на сегодняшний день уже никто не сомневается, что этот эффект действительно наблюдается. Вот. И здесь, если мы имеем в виду вот такого рода теорию, формализованную вот примерно тем способом, который я сказал, да, дальше мы можем вот эту систему правила строить сначала теоретическую модель. И причем я подчеркиваю, что это значит, что мы здесь начинаем с таких простых элементов, да, у нас и вот этими правилами, которые есть в нашей Т, которые одновременно могут интерпретировать и как логические правила, и как вот, собственно, конструктивные правила работы с объектами, конструируется некая модель там в подходящей категории. Вот. Затем можно ее, так сказать, приблизить к жизни, эту модель, чтобы назвать это мысленным экспериментом, да, допустим, вот как там с котом Шрёдингера и так далее, который, кстати, тоже был повторен, на самом деле, реализован этот эксперимент значительно позже, чем вот он был придуман. Ну, и наконец, можно говорить вот о дизайне лабораторного эксперимента, опять-таки, как вот продолжение этого же самого процесса. Но дальше, конечно, ключевой вопрос, что вот это на последнем этапе у нас что-то может не сработать. Ну, в том смысле, что у нас эксперимент, так сказать, вот эта интерпретация Е, да, лабораторный эксперимент нам не даст того результата, вот который мы ждем. Ну, тогда что? Тогда, естественно, надо возвращаться к Т и предлагать лучшую теорию, которая нам даст лучшее согласие с экспериментом. Ну, это, конечно, все очень абстрактно, и я не проработал еще, так сказать, никакого конкретного примера, даже вот игрушечного, чтобы говорить, чтобы этот метод работать. Но на самом деле вот у меня тоже есть уже сразу некоторые сомнения, в чем такой подход может быть недостаточный. И, собственно, это в том же, в чем его основное достоинство, да, то есть вот этот конструктивный характер, такой bottom-up, да, когда мы с кусочков такое составляем сложное. С одной стороны, это вроде бы очевидное преимущество, но вот если мы посмотрим, вернемся, да, к примерам Эйнштейна и фон Ноймана, почему им был интересен аксиоматический метод, и на самом деле он был им интересен по другой причине, а именно поскольку вот он им давал такую перспективу как бы сверху вниз, неконструктивную. Вот просто он позволял вот сформулировать некие принципы, которые непонятно как реализуются, да, но они потом придумали как. Вот. Но, то есть вот на самом деле мне кажется, что при том, что, конечно, если мы говорим шире о попытках формализации вообще вот языка науки, то, конечно, вот этот генетически-конструктивный аспект абсолютно фундаментален, и он не должен быть таким же, как, так сказать, при классической аксиоматизации, мне кажется, это очень. Но вот мне кажется, что здесь тоже нужно учесть, что ли, вот эту вот обратную неконструктивную перспективу. То есть я бы не стал здесь вот подписываться под конструктивизмом, как под какой-то, так сказать, слоганом, да, лозунгом или тем более догмой. И вот именно такой неконструктивный эффект, как, мне кажется, каким-то образом тоже, тоже в этой истории очень важен. Все. Большое спасибо. Вот на моем сайте можно найти там и мои работы, и диссертацию, много еще интересного. Спасибо. Да, спасибо за доклад. Даже несмотря на технические неувязки, то, что мы сдвинули расписание, все равно чуть побольше получилось. Я думаю, что вопросы можно будет задать в конце, после всех докладов. Ну, может, три минуты какие-то... Кто-то быстро что-то спросит, чтобы пока... Буквально минуты... Боюсь, за три минуты вряд ли кто-то успеет. Да? Ну, ладно. Ну, хорошо, хорошо. Так. Да, ну, в конце будет возможность задать вопросы. Давайте перейдем к следующему докладу. Он будет представлен Николаем Шиловым и Николаем Кудасовым, и доклад будет посвящен формальным методам в программировании. Добрый день всем. Я начну с плохой новости. У меня 39 слайдов. Но я продолжу хорошие новости. Я собираюсь показать только 11. Это первое. Второе. У нас выступление будет состоять из двух частей. Причем не исключено, что совершенно несогласованных. Формально наше выступление называется с Николаем Кудасовым «Формальные методы и взгляд через поколение», потому что мне почти 63 года, Николаю 31. Таким образом, между нами поколение, и у нас может быть очень разное видение, что такое формальный метод. Дальше. Я... На самом деле, для меня была большая проблема, что же рассказывать и как рассказывать. И, в конце концов, вырисовалась примерно такая схема. Во-первых, давайте. Что такое формальные методы в программировании? Да, кстати, я приношу извинения, что слайды по-английски, потому что вдруг кто-нибудь был бы из англоговорящих, что было не исключено. И в том случае я в любой момент был готов перейти на английский язык. И поэтому слайды сделал на английском. Правда, рад, что мой сегодняшний доклад называется даже «FundWiz Formal Methods», то есть всякая забавная вещь про формальные методы. То сразу же скажу «FundWiz World Logic Day». Например, приходишь на World Logic Day в Корею, «Все слайды по-английски и все говорят по-корейски». Так и не удалось убедить, что хоть кто-нибудь говорил бы по-английски. Фразы типа «state implication» говорятся на американском языке. Хорошо. Так вот, что такое формальные методы в программировании? Или в разработке программного обеспечения? Определение мое, поэтому спорить можно, можно не соглашаться, можно говорить, что это вообще неправильно, корифеи думали по-другому. Тем не менее. Тем не менее. Значит, что такое формальные методы в разработке программного обеспечения или в программировании? Это математические, строгие, но объяснимые нотации или техники не исключено, что с поддержкой инструментов для рассуждений, разработки и объяснения программного обеспечения. Теперь, причем здесь фан. И вслед за Андреем Родином я тоже хочу немножко себя порекламировать. Так как я занялся формальными методами с 1977 года, еще будучи десятиклассником, так получилось, я не буду дальше об этом рассказывать, то спустя 30 лет я вдруг обнаружил, что ВОЗ и ныне там. В каком смысле слова? Было изобретено много формальных методов, так или иначе, призванных помогать разрабатывать надежные программы, помогать верифицировать надежные, верифицировать программы. Но эти методы были столь сложны, что они не позволяли объяснять людям, почему же программа работает правильно. То есть вот сейчас стоит задача explainable artificial intelligence. И вот примерно в 2010 году я осознал, что explainable formal methods также актуальная задача. Очень актуальная задача. Какой метод? Что же в том случае надо делать? И вы знаете, вот это я хочу напомнить, что Всемирный день логики проводится по инициативе, да, конечно, по инициативе конкретных людей, но тем не менее на знамени стоит День признан ЮНЕСКО, один из официальных дней признанных Организацией Объединенных Наций по образованию, науке и культуре. И вот слово образование очень существенно. Поэтому где-то в 2010 году я осознал, что очень важно сделать формальные методы explainable для людей, понятными для людей. И путь в этом при этом лежит через популяризацию, если угодно, через fun. Слово fun неоднозначно переводится на русский. И вот в частности векшоп, который проводился три раза, назывался fun with formal methods. Но на русский он переводился, о формальных методах доступно, но точно. Доступно, но точно. Поэтому вопрос образования был для меня наиболее существенным. И для меня, как ни странно, хотя я мог вспомнить, как формальные методы появились, я мог назвать великие имена, которые внесли в свой класс, тюринговские премии, полученные за разработку формальных методов. Но дырка оставалась в том, что формальные методы программирования непонятны. Я все-таки какие-то имена буду называть. Какие-то имена буду называть. Вот Бертран Мейер, ну и еще здравствующий, еще здравствующий, да, убежден, что человек, который способен написать условия цикла, должен быть в состоянии написать предусловие для программы, постусловие для программы, инвариант цикла. Однако, к сожалению, это не так. В чем дело? Я попробовал, мне показалось, что к 2010 году вопрос в образовании и популяризации формальных методов. Так вот, о чем же был этот векшоп? И что такое? И как раз я сейчас покажу формальные методы программирования. Как раз пример, один из, мой самый любимый пример, который я чаще всего тиражирую, рассказывая про формальные методы программирования и зачем они нужны. Опять же, во-первых, есть искусство и очарование формальных методов программирования. Поверьте, что раз уж, скажем так, не только ради денег, не только хлебом единым, но 30 лет занимаясь, ну, с 77 по по 2010, ну, к 2010 году, когда я осознал роль образования, я действительно имел много примеров, когда я могу сказать, посмотрите, как красиво. Дальше. Второй вопрос. Как же сделать формальные методы программирования простыми и понятными для тех самых людей, которые в состоянии написать условия цикла, но почему-то не в состоянии написать предусловия для программы, постусловия и инвариант цикла. Дальше. Векшоп был еще о том, как при помощи формальных методов чрезвычайно красиво можно решать, например, головоломки, объяснять карточные фокусы, как можно использовать в играх, в дизайне игр. Дальше. Векшоп был о том, как решать при помощи формальных методов нестандартные проблемы в программе, в непрограммировании и компьютер, и компьютер-сайенс и программной инженерии. Например, задачи математических олимпиад. Ну и векшоп был еще о том, о том, вообще, всем том, что можно было бы назвать фан энджой формальных методов, где бы они не применялись, но лишь бы было с некоторым акцентом на программировании. Вот. Почему же формальные методы в программировании нужны? И в частности. Почему я так считаю, что надо их еще и делать объяснимыми? Вот почему. Потому что не многократное исполнение кода, практическое использование Windows используется, я не знаю, сколько человек лет, уже миллионов человек лет в практике использования Windows даже десятой версии, и не тестирование, не доказательства, не чисто математические доказательства с ручкой на бумаге, не механические доказательства корректности или надежности какой-нибудь программы без непонятной нотации не являются достаточными для того, чтобы программное обеспечение можно было считать надежным. Я осознанно использую точные смыслы, я не даю точных смыслов, не говорю слово корректный, например, слабейшее предусловие, слабейшее постусловие или что-нибудь в этом роде, пока я ограничиваюсь во всем очень простым и понятным. Итак, я не собираюсь рассказывать про то, как возникли формальные методы, что там неудачная миссия Аполлона-13, что взрыв ракеты Ариан-5 на старте и так далее. Все это было и все внесло свой вклад в актуализацию необходимости формальных методов. Но я просто собираюсь провести один очень простой пример, мой любимый пример, объясняющий, зачем нужны формальные методы и почему они должны быть очень понятными, очень понятными в программировании. Я рассказываю реальную и совершенную историю. Я ее очень люблю рассказывать и может быть кто-то из вас и я слышал. Однажды я вошел в класс для того, чтобы вести занятие по введению в язык Си и по курсу введения в программирование на языке Си. Занятие для первого курса. Тема занятия должна была быть циклы в Си. Представьте себе, я застал предыдущего преподавателя, который вел такое же занятие абсолютно растерянным. Он стоял буквально в смысле слова разлинув рот и опустив руки. В чем дело, я спросил. А вот в чем. Я собирался рассказать, я подготовил занятие, это был его ответ, по введению циклов в языке Си и вообще в циклы, что такое циклы в программировании на примере использования метода Монте-Карло для приблизительного вычисления приближения числа Пи. Идея метода очень простая. В квадрат со стороной единицы вписано четверть вписано четверть круга и мы случайным образом бросаем точки и очевидно, если точек много, то тогда доля точек попавших внутрь окружности или внутрь круга пропорционально площади пропорционально из общего числа точек пропорционально площади этой четвертинки круга по отношению ко всему квадрату. На самом деле так как отношение вот этой четверти круга к площади этого квадрата это Пи на 4, так что доля точек попавших внутрь круга должна быть к общему числу сброшенных точек должна быть пиночки. Преподаватель подготовил простую программу, объяснил, как писать циклы и вот сказал 25 со студентом вот давайте реализуем этот метод, причем сделаем 10 экспериментов, в каждом эксперименте бросаем миллион точек случайным образом и в классе было 25 студентов. Это скрин моего экрана моего экрана я сделал то же самое с той же самой программой и представьте себе у всех 25 человек ответ Пи во всех 10 экспериментах Пи равно абсолютно точно 4. Представляете себе каково удивление преподавателя. Вы знаете значит первая реакция тестирование показало что Пи равно 4. 25 независимых экспериментов хорошо не 25 предположим половина студентов списали код у товарища 12 независимых экспериментов повторенных каждым 10 раз 12 независимых написанных программ говорит Пи равно 4. Значит нам остается сделать только лишь одно доказать что Пи равно 4. И это был редкий случай я вообще хотя и любитель олимпиадных задач я несообразительный человек я люблю посидеть и подумать смаковать задачу после после или в другой атмосфере например на математическом клубе когда мы решаем задачи и я рад что я какую-то задачу решаю наравне со всеми остальными но вот это был редкий случай что после когда я случайно зашел в класс и увидел этот конфуз преподавателя и услышал в чем дело что Пи равно 4 что я тут же сообразил как доказать математически на листочке и бумаге что Пи равно 4 сделаем это следующим образом в отличие от Архимеда который или антифона который до Архимеда вписывали правильные многоугольники и описывали правильные многоугольники вокруг окружности давайте начнем с того что опишем правильные квадраты вокруг окружности очевидно по определению Пи периметр длина окружности Пи Д а периметр квадрата 4 Д абсолютно очевидно смотри и видишь именно очевидно в дословном смысле слова смотри и увидишь а теперь проделываем совершенно стандартную известную со времен древних греков процедуру вот теперь начинаем вырезать квадратики угловые квадратики и вот получаем вместо преизначального квадрата вот этот красный назовем его хитроугольник первый хитроугольник опять же очевидно что его периметр остается 4 Д очевидно вот продолжаем продолжаем делать хитроугольник еще более хитрым мы убеждаемся что мы имеем хитроугольник которого периметр зеленый хитроугольник у которого периметр 4D по-прежнему, но самое главное, наш хитроугольник все ближе и ближе и скоро на экране даже будет неотличим от окружности. Это замечали еще древние греки, например, доказывая, что длина третьей стороны треугольника равна, ну, это один из софизмов еще древних греков, а длина стороны треугольника равна сумме длин двух других сторон, или тому, что корень квадратный из двух равен двух. Это все обычно просто реинкарнация. Удивительно, что в тот момент я придумал ее на лету. Это был редкий для меня случай. Человеческие доказательства очень часто заканчиваются. Очевидно. Вот здесь тоже очень очевидно. Интересно, кстати, в этом году я преподавал математический анализ. Ошибку в этом доказательстве, к сожалению, никто из студентов так и не понял, где ошибка. Ну, ладно. Это дефекты моего преподавания математического анализа. Ну, так вот. Вывод. Мы видим, что очевидным образом хитроугольник стремится к окружности и оставляет с периметром 4D. А так как он стремится очевидным образом к окружности, в этом случае опытные математики заметят доказательства и заметят, в чем ошибка в этом якобы доказательстве, с операцией к очевидности. Но первокурсники, несмотря на мое преподавание, так и не заметили, не смогли объяснить, в чем ошибка. Значит, что мы имеем? Мы имеем математическое очевидное доказательство, что 4D равно PD, значит, π равно 4. Имеем 25, хорошо, 12 независимых написанных тестов, доказывающих, что π равно 4. Поэтому на самом деле π равно 4. В чем же дело? Где же здесь место формальным методом? А место формальным методом вернемся к исходному ходу программы. Первый вопрос. А как записать, что эта программа делает? Как записать, что такое π? То есть к этой программе надо записать еще как минимум семантику этой программы, причем математически строгую семантику. И математически строгое определение, что такое π. Причем не абстрактное, что пи – это отношение длины окружности к ее диаметру. Если вы такое напишите, в этом варианте у вас ничего работать не будет. А нужно значительно более строгая формальная семантика, но понятная для людей. Так что люди бы верили этой семантике. Когда я вижу в современных работах по теории типов две страницы формальных правил «не верю». «Не верю». Наверняка читерят и обманывают. Наверняка читерят и обманывают. Потому что ни у кого не хватает сил проверить, что это осмысленно и тем более хотя бы совместно. Никто не задумывается о совместности и построении модели. Это раз. Второе. Опять же, определение IP должно быть дано таким, чтобы ваша семантика программы могла использовать это определение. Чтобы можно было доказать. Ну, к слову сказать. Даже если взять в качестве определения числа IP. Число, например, между 3 и 3,2. Ошибку в этой программе методами генерации условий корректности находится автоматически с использованием инструмента любого генератора условий корректности. То есть, даже если вы не скажете, что такое точное IP, но скажете, что IP – это число между 3 и 3,2, ошибка будет найдена. Как я сказал, я обещаю показать не больше 10 слайдов. И опять же, проповедую взгляд, мой взгляд, что такое формальные методы. Имена, даты, события, которые приводили. Я могу перечислить. Не хочу заниматься на это и тратить на это время. К сожалению, несмотря на все мои попытки популяризировать формальные методы, формальные методы при помощи головоломок, того же векшопа, занимательных задач, олимпиадных задач по математике, решаемых с использованием формальных методов программирования, пока не привели к успеху. По-видимому, для нового поколения инструменты важнее понимание. Не надо думать, как работает логарифмическая линейка. Она просто выдает произведение двух чисел за простым сдвигом одной части линейки, относительно другой. Ну и свою часть я хотел бы закончить, пропустив все-все-все остальное. Здесь у меня много чего. Я сказал, что хорошая новость, я не собираюсь всего этого показывать. Всего этого показывать. Вы знаете, я хотел бы закончить, особенно после выступления Андрея, неформальными аксиомами. Откуда я их извлек? Откуда я их извлек? Я не читаю по-французски, в отличие от Андрея Родина, поэтому я читал философские произведения Анри Пуанкаре в русском переводе. В советское время еще изданный сборник Анри Пуанкаре о науке. Из разных мест этого, из разных работ Пуанкаре, приведенных в этом русском издании, я нашел несколько, три принципа, которые я теперь в шутку называю, ну как сказать, достаточно серьезно, аксиомами Пуанкаре для занятий математикой. Здесь мой перевод на английский. Причем не все, с этим переводом я консультировался с Юрием Матересевичем и самый сложный перевод на английский, второе аксиомы. Давайте я прочитаю, как они звучали по-русски. Первый принцип, для того, чтобы заниматься математикой, состояние души, надо иметь, извините, для того, чтобы заниматься математикой, надо иметь состояние души спокойное, как гладь лесного озера. Второй принцип, ноги колеса мыслей. Правда, эту фразу мне пришлось долго объяснять тому же Юрию Гуревичу. Пуанкаре подчеркивал, что он очень любил гулять и в это время размышлял о математике. В общем, перевод такой, Fits Drive Soits. Fits Drive Soits это перевод Красс Гуревича. И мой комментарий, Walk to Boost your Soits. И третий принцип. У Панкаре сформулировано так. Заниматься математикой больше трех часов в день это преступление. Разумеется, в русском переводе. Я бы добавил, я бы усилил этот принцип. К сожалению, из-за всяких-всяких-всяких дел у меня обычно сейчас не хватает даже часа на занятия математикой в день. Поэтому третью аксиому я бы сформулировал следующим образом. Заниматься математикой больше трех часов в день это действительно преступление. Но меньше трех часов в день, если вы хотите заниматься математикой, тоже преступление. Ну и последний мой вопрос. Так как мое определение формальных методов было, математически обоснованных, понятных методов и нотации техник для разработки, объяснения и понимания программ, то, наверное, эти три аксиомы применимы и к людям, занимающимся формальными методами. Нет, не использующими формальные методы, а занимающиеся ими. Спасибо. Я свою часть закончил. Надеюсь, я уложился в 15 минут. Я постараюсь сжато рассказать. В общем, всем здравствуйте. Меня зовут Николай Кудасов. И спасибо за возможность быстренько рассказать свое понимание или отношение к формальным методам. В общем-то, за 7-5 минут хотелось бы, по крайней мере, сослаться на те работы и направления в том, что мне, по крайней мере, близко к формальной методе в программировании. Начну я с того, что я скорее могу считаться программистом на функциональном языке Haskell. И мое представление мира, соответственно, очень сильно искажено тем, что я очень много работал с Haskell и продолжаю писать программы на Haskell. И для меня логика и формальные методы, прежде всего, истекают из строгой и выразительной системы типов этого языка программирования. Естественно, Haskell — это не какой-то особенный язык в этом плане. Многие современные языки программирования поддерживают достаточно выразительные системы типов. И, я уверен, все здесь знают про соответствие Кари Говарда, которое связывает системы типов с логиками. И, соответственно, можно использовать это соответствие изоморфизма Кари Говарда для формализации свойств программ. Однако, несмотря на то, что частично это так, и оно используется, мой опыт все-таки связывает это соответствие скорее с использованием различных представлений, различных данных и управляющих структур в Haskell. В частности, очень часто это соответствие используется для различных Continuation Passive Style кодировок, которые позволяют так или иначе улучшить производительность программ. Соответственно, вместо более простого типа используется что-то похожее, по крайней мере, на CPS Style. Не всегда это одно и то же, но тем не менее. Кодировка данных через функции. И в этой связи, конечно же, хочется в первую очередь отосвать всех, кто еще не видел выступление Филиппа Вадлера на конференции Strange Loop про Positions of Types. Посмотреть это видео на YouTube, оно очень хорошо объясняет связь, соответствие Гарри Говарда для тех, кто не знаком. Еще одна интересная вещь, которую программисты относительно неявно, но тем не менее, обычно неявно, но тем не менее пользуются в Haskell, это параметрический полиморфизм. В Haskell есть параметрический полиморфизм, или в других языках он известен как дженерики. Он представляет достаточно мощный инструмент, и в частности это верно, потому что в Haskell отсутствует рефлексия или возможность динамически в рантайме проверить тип какого-либо значения, что, например, неверно для Java или для C Sharp. И параметрический полиморфизм в этом плане накладывает очень значительное ограничение на реализуемые полиморфные функции. И если задача, которую решает программист, формулируется с использованием параметрического полиморфизма в достаточно абстрактной форме, то пространства возможных реализаций функций достаточно мало, что совершить ошибку становится теоретически сложно. И на практике иногда говорят, что если в Haskell программа компилируется, то она, значит, работает. Это, конечно же, не всегда так, и тестирование, и другие дополнительные формальные методы никто не отменяет, но по сравнению со многими другими языками программирования действительно верно то, что при использовании вот этих возможностей системы типов, в частности параметрического полиморфизма и других абстракций, вероятность, что компилируемая программа содержит какие-то серьезные логические ошибки, значительно уменьшается. Помимо этого параметрические полиморфные функции являются автоматически натуральными преобразованиями, это терминология теории категорий, и в частности они коммутируют с функцией мапы и с некоторыми другими функциями. И это открывает пространство, опять же, для свободы программиста. Он может использовать эти функции в любом порядке без изменения семантики, и, соответственно, меньше думать приходится. А с другой стороны, это позволяет открыть оптимизацию программ, по сути, бесплатно. И теоремы о том, что такие параметрические полиморфные функции коммутируют с функцией мап, они могут быть выведены автоматически, программист может про них даже и не думать. И, тем не менее, это может быть использовано в дальнейшем компилятором для оптимизации проходов по какой-либо структуре. И, опять же, соответствующая статья по этой теме, опять же, Филиппа Вадлера, бесплатные теоремы Theorems for Free. Еще одна вещь, которую я вижу в связи с формальными методами программирования, это тенденция многих языков в поддержке в том или ином виде зависимых типов. А Haskell, опять же, это не является языком с зависимыми типами, но, включая все расширения, которые, очень много расширений языка существует к существующему моменту, в частности, поддерживаемые компилятором GHC, они позволяют, по сути, уже делать многое из того, что позволяют делать зависимые типы, только с более громоздким синтаксисом. С другой стороны, некоторые решатели теорем, такие как Agda, Lean, Koch или Idris, иногда называют себя языками программирования, особенно это касается, наверное, всех, кроме Koch. И, по сути, это так, можно писать программы на этих языках, то есть не только доказывать свойства, но и писать программы. Однако большинство программистов все-таки, мне кажется, не делает этого. И вместо этого наблюдается некоторая тенденция программистов на других языках добавить себе фичи из вот этих более интересных систем типов. И можно провести здесь аналогию между тем, как мейнстримные языки, такие как C-Sharp или Java, Java или даже C++ набирают себе возможности из функциональных языков и набирали в течение десятилетий последних. То же самое можно видеть с функциональными языками, которые набирают себе возможности из решателей теорем. То есть происходит такое кочевание, такое опыление или переход этих возможностей от более сложных систем к мейнстриму потихонечку. И преимущество зависимых типов заключается в наличии явных квантеров и типа равенства и явной зависимости типов от значений. То есть у вас уже они живут не в разных мирах, а типы и значения, по сути, в одной большой вселенной доступны. И несмотря на это, на практике, насколько я понимаю, еще люди не придумали, как это делать, как работать с зависимыми типами так, чтобы это не добавляло слишком большой нагрузки на программиста. В этом плане зависимые типы имеют такой недостаток по сравнению с классическими, наверное, формальными методами, когда спецификация и проверка в соответствии спецификации реализации делается отдельными людьми. Не тем же программистом, который написал программу, а отдельный человек проверяет корректность программы. Здесь в зависимых типах получается программист должен быть одновременно и программистом, и экспертом по формальным методам в какой-то мере. Тем не менее, до какой-то степени программисты, по крайней мере, на Haskell способны такие роли совмещать достаточно эффективно, поэтому, может быть, через какое-то время программисты смогут совмещать эти две роли и использовать один язык для того и для другого. Хотел еще упомянуть буквально кратко про гомотопическую теорию типов. Андрей уже говорил о ней в контексте своего доклада. Гомотопическая теория типов, на мой взгляд, является очень интересной теорией. Она расширяет систему типов Мартина Лёва унивалентностью и высшими индексивными типами, позволяет уже вместить в себя по сути всю математику, так или иначе. Не обязательно всегда это удобно, но тем не менее. В частности, туда входит и классическая, и конструктивная логика. И гомотопическая теория типов с точки зрения программиста позволяет перегружать или добавлять нетривиальные эквивалентности и явно использовать более сложные типы равенства в работе. На практике это, насколько я знаю, сейчас пока никем не используется для доказательств свойств программ, хотя есть несколько гомотопических теорий, например, гомотопическая теория патчей, которая может быть связана с системами контроля версий и редактированием документов и так далее. Но пока это все в рамках теории находится. И последняя, наверное, вещь, которую хочется упомянуть, это модальные теории типов, которые, может быть, менее известны, чем разные другие теории типов, но очень интересны с точки зрения практики. Потому что, в частности, относительно недавно я узнал про расширение языка Swift, называемое differentiable Swift, то есть дифференцируемый Swift, в котором добавляется, по сути, аннотат, добавляется возможность работать с дифференцируемыми функциями и дифференцируемыми типами данных. Такое расширение языка, во-первых, уже на практике используется, и, в частности, я услышал про это от Антона Коробейникова, и он рассказывал про пример, где differentiable Swift использовался для контроля энергопотребления умного здания. Вот. То есть, вполне себе очень практичная вещь. И, с точки зрения программиста, здесь ничего сложного не происходит, просто некоторые функции теперь называются дифференцируемыми. Иногда нужно доказать компилятору, что что-то является дифференцируемым. Ну, даже не доказать, на самом деле, а предоставить какую-то реализацию. Доказательства все-таки в языках программирования часто остаются либо на бумаге, либо в документации. Но, тем не менее, сама по себе возможность говорить о дифференцируемых функциях, она идет, и она очень тесно связана с модальной теорией типов. И тут те же самые модальные типы реализованы в АГДА в качестве решения CRISP-types. И, наверное, хочется упомянуть еще смежные работы в этой области по теории типов для синтетических бесконечно-мерных категорий. И свежую работу по коммутирующим модальностям, по сути. Commuting Cohesions — это свежая работа, которая позволяет много разных модальностей совмещать в одной теории. Так что, вероятно, в будущем и в решателях теорем, и в языках программирования мы сможем увидеть как определенные пользователи модальности, так и совмещение нескольких модальностей друг с другом. Ну и, чтобы подвести итог, в моем опыте программисты часто предпочитают вместо работы с формальными методами явно использовать конструкции и типы, из которых необходимые свойства, по сути, выводятся автоматически. Естественно, это не для всех свойств работает, но тем не менее. И это, опять же, поощряет подход, когда формальная система, которая используется для отказательства свойств, находится в самом языке программирования, а не строится как отдельная вещь. И поэтому, мне кажется, возникает интерес к зависимым системам типов, в частности. Мне кажется, модальные типы тоже являются, может быть, менее известной, но тоже очень интересным расширением системы типов, про которую стоит упомянуть. И также хочется сказать, что на практике потихонечку стирается грань между языками программирования и решателями теорем. Вот. Таково мое видение формальных методов для программирования. Как-то так. Да, спасибо большое. Спасибо обоим докладчикам. Вопросы можно будет задать во время общего обсуждения, хотя вот некоторые пользуются общим чатом. Там тоже можно задавать вопросы друг к другу. Давайте двинемся дальше. Следующий доклад будет представлен Виталием Долгоруковым, и Виталий расскажет о формальных методах в рамках фонтологического аргумента. Сейчас. Все, вот я передал право показать экран. Итак, добрый день. Рад выступить на Дне логики. Значит, я бы хотел рассказать о кейсе, связанном с применением формальных методов философии. И в качестве кейса я решил выбрать антологический аргумент Йоделя. Ну, во-первых, потому что сегодня 14 января, день рождения Дарского и день смерти Йоделя, день памяти Йоделя. Во-вторых, потому что это такой яркий пример пересечения формальных методов философской проблематики. С одной стороны, у нас антологический аргумент, самая чистая философская тема, связанная с метафизической, теологической и другой проблематикой. И вообще с самим типом перехода от понятия к утверждению существования. Да, с другой стороны, на уровне методов мы используем достаточно сложный аппарат. У нас мало того, что второпорядковая логика, да еще и модальная. Вот, значит, краткая история антологического аргумента в версии Йоделя. Первой версии Йодель начал формулировать примерно в 41-м году. Йодель развивает скорее линию Лейбница, чем линию Ансельма. Нужно сказать, что Лейбница вообще любимый философ Йоделя. И Йодель даже переживал, что нацисты уничтожат специально архивы Лейбница, чтобы навредить человечеству. Значит, окончательные версии доказательства обсуждались Йоделем с его учениками в 70-е. Публикация произошла в 87-м году, уже после смерти Йоделя, с теми поправками, которые внес Дун Скотт. Вот, ну и последний интерес к этому аргументу, он связан с использованием пройверов автоматических систем для проверки аргумента Йоделя. Да, выдвигались некоторые сильные заявления по поводу того, что, значит, выводится противоречие. Вот, ну, я попробую, значит, показать, что это не совсем так. Значит, что касается определения, которые Йодель используется, используют в своем аргументе, значит, определения здесь работают как синтаксические сокращения, да, то есть в качестве базового понятия у нас будет только свойство быть позитивным, вот, остальные понятия логические, и, значит, все сущности, про которые мы будем говорить, они вводятся как синтаксические сокращения. Значит, предикат быть Богом, обладать божественностью, значит, что он означает? Значит, следующее, что для любого свойства, которое является позитивным, этот объект им обладает. То есть, быть Богом, обладать всеми позитивными свойствами. Дальше, ну, вот такое сокращение я вложил для удобства, да, такая импликация на свойствах, ну, или вынуждение. Свойство Х влечет свойство Y, означает следующее, для любого объекта, если он обладает свойством X, то он обладает свойством X. Вот, дальше, отношение. Значит, отношение между свойством, первопорядковым свойством и объектом, ну, или можно воспринимать это как такую модальность. Отношение говорит, что объект обладает свойством существенным образом, или свойства являются существенными для объекта. Значит, сокращение работает следующим образом. Во-первых, наш объект этим свойством обладает. Во-вторых, для любого свойства, которым этот объект обладает, это свойство является необходимым следствием существенного свойства. Вот, левый конъюнк, это как раз одна из тех поправок, которые внес данный скотт. Значит, в оригинальной формулировке Йоделя был только правый конъюнк. Ну, тут очевидно, какие проблемы, да, если у нас свойство пустое, да, есть некоторые противоречия, оно получается необходимо. Вот, поэтому вот такую поправку данный скотт предложил. Дальше, значит, предикат необходимого существования. Именно необходимого я обозначаю просто как Е, но имеется в виду вот именно такое существование с необходимостью. Означально оно следующее. Значит, X необходимо существует, если только если, для любого существенного свойства, которое оно обладает, это свойство, ну, я бы сказал так, с необходимостью экземплифицируется. То есть, с необходимостью найдется объект, которым этот X обладает. Вот, значит, это определение. Значит, что касается наших аксиом. Значит, единственное свойство, которое не логическое, которое используется, это загадочная позитивность. Да, значит, цитирую я здесь Йоделя по фитингу, интуиция здесь следующая, значит. Позитивность означает позитивность в моральном эстетическом смысле, да, вне зависимости от такого цинентальной структуры мира, вот, и только при таком понимании аксиома будут истины. Также, да, позитивность означает атрибуцию, да, в отличие от такой, так, инвегации. Ну, мне кажется, что второй смысл здесь более интересный, да, потому что первые эстетические коннотации, они больше связаны с таким стандартным ансельдерским аргументом, все-таки гёдельский аргумент гораздо более хитрый. Вот второй смысл, связанный с присутствием, не отсутствием, мне кажется, есть более интересный, хотя оба смысла здесь релевантны. Вот, значит, какие у Гёделя аксиомы? Значит, первая аксиома, если свойство позитивно, и это свойство с необходимостью влечёт какое-то другое свойство Y, то свойство Y тоже позитивно. То есть все необходимые следствия позитивных свойств тоже позитивны. Дальше, значит, если свойство не позитивно, то его отлицание является позитивным. То есть любое свойство, либо позитивно, либо не позитивно. Позитивность является необходимой, свойство позитивно, оно позитивно с необходимостью, и две аксемы, касающиеся свойств быть богом, божественности и необходимого существования. Быть богом – позитивное свойство, необходимое существование – это тоже позитивное свойство. Ну, опять же, здесь, как мне кажется, лучше ложится вторая онтологическая интерпретация позитивности, понимаемая как присутствие, наличие. Вот, если вот эстетически понимать, то это несколько странное заявление, ну, то есть оно классическое в стиле Ансельма, но, как мне кажется, вот именно специфическим делает этот аргумент второе прочтение. Вот, значит, я постарался разбить этот аргумент на простые утверждения и показать, как он собирается. Значит, нужно доказать две ключевые леммы. Первое – говорить нам о том, что любое позитивное свойство, да, возможно, экземплифицируется. То есть, если х – это позитивное свойство, то в каком-то возможном мире, да, возможно, найдется объект, которому нагладает. Вот. И второе, ну, вот как раз здесь вся соль перехода, вся соль Годельского аргумента – переход от чистого понятия к утверждению существования. Значит, божественность влечет в необходимое существование Бога, да, то есть мы видим, что мы перепрыгиваем от понятия к утверждению существования, более того, к необходимому утверждению существования. Вот. Значит, давайте посмотрим, как аргумент собирается из этих лемм, а потом докажем сами леммы. Значит, аргумент собирается следующим образом, ну, я вот в виде такого дерева его оформил, да, вот внизу у меня заключение, необходимо, что существует Бог. Значит, какие тут листья? Ну, вот наша аксиома, да, что Бог является, быть Богом является позитивным свойством, и наши леммы. Вот. Значит, давайте посмотрим, что происходит. Да, ну, вот с левой веткой все легко, да, значит, мы снимаем квантер всеобщности, применяем modus ponens, и говорим, что, значит, возможно, что существует объект, являющийся Богом. Вот. Значит, вторая ветка. Что тут происходит? Ну, поскольку у нас тут свободная переменная, да, применяем генерализацию, дальше, значит, вот этот квантер мы вносим в антицидент, да, превращается он в квантер существования. Ну, для красоты я тут переименовал переменную, и дальше я использую монотонность хромпа. Ну, я предполагаю, что мы работаем в логике S5, да, значит, если A влечет B, то, возможно, A влечет, возможно, B. Получается вот такое утверждение. И вот к последнему заключению оно сильно зависит от того, с какой именно модельной логикой мы работаем. Вот. Если мы работаем в слойке S5, да, то у нас есть вот такая формула, возможность необходимости влечет в необходимость. Вот. Ну, и, соответственно, из этой посылки мы получаем необходимость. Если у нас какая-то более слабая логика, да, какая-нибудь там S4, что-нибудь такое, то мы вот что-то должны будем сделать с вот этой комбинацией ромбов, да, то есть где-то у нас получится просто существование, где-то получится, что мы не сможем убрать, да, вот эти две модальности. То есть, существенным образом радикальность выводов, да, которые получаются в нашем аргументе, она зависит от свойств модальной логики. Вот. Ну, давайте посмотрим, как доказываются наши леммы. Ну, вот первое утверждение, значит, любого свойства, если оно позитивно, то, возможно, найдется объект, которым он обладает. Значит, мы возьмем вот такой установочный пример аксиома 1, да, значит, напоминаю я, как выглядит наш аксиома 1, да, значит, если свойство позитивно, то все его необходимые следствия тоже позитивные. Значит, мы возьмем и подставим, да, в качестве y не x, вот. Ну, дальше, значит, применяя контрпозицию, да, получим утверждение 2. Дальше, да, значит, мы внесем по нашей второй аксиоме, значит, утверждение о том, что, значит, позитивность, да, в учет вот такую комбинацию. Вот, ну, и дальше у нас из первого, да, первого и четвертого, да, получится, что из свойства позитивно, то, значит, необходимо, то, возможно, что существует, ну, просто по генерализации, да, мы показали свободный переменный. Дальше в навязываем, навешиваем сюда квантерсчёпченности. Вот, да, значит, здесь вот таким, такое утверждение, мы еще докажем, что отрицание необходимости, что x влечет не x, оно эквивалентно просто возможности существования. Ну, здесь вот такая цепочка тождественных преобразований, несложная, да, значит, вносим отрицание, значит, раскрываем здесь смысл определения, значит, законом Деморгана пользуемся, проносим отрицание через квантер, проносим отрицание через импликацию, ну, и снимаем данную импликацию. Дальше, значит, вторая лемма, которая говорит нам, как из понятия мы переходим к необходимости существования, да, значит, в качестве листа у меня здесь будет вот эта формула, да, быть Богом, вот, и, значит, дальше мы, вот, воспользуясь утверждениями, которые мы докажем дальше, перейдем к необходимости, ну, вот отсюда просто по modus bonus, здесь, значит, мы говорим, что Бог необходимо существует, вот, дальше мы распределяем определение необходимого существования, да, то есть заменяем это синтаксическое сокращение на его определение, вот, да, ну, и дальше мы рассматриваем конкретную постановку вот эту формулу, значит, вместо какого-то свойства y, берем конкретные свойства божественность, ну, и получается, что если x обладает свойство божественности существенно, то он необходимо существует, вот, теперь давайте посмотрим на вот эти листья, да, они нам понадобятся, значит, при доказательстве дилеммы, вот, ну, первое простое достаточно рассуждение, да, что божественность влечет необходимость существования, да, значит, берем божественность, раскрываем его как синтаксическое сокращение, да, ну, и подставляем сюда вместо y свойства существования, вот, ну, и получается, что если x божественный, то он необходимо существует, вот, дальше, значит, более хитрое утверждение о том, что быть боком означает существенное обладание этим свойствам, да, значит, что тут у нас происходит, ну, давайте вот с левой ветки начнем, да, ну, значит, берем мы просто аксиому, который говорит, что позитивность влечет необходимую позитивность, вот, дальше говорим мы, что, значит, если что-то позитивно, да, то оно вынуждается, вынуждается божественностью, навешиваем сюда бокса, да, по монотонности, дальше по позитивности склеиваем, вот, значит, вот в этой ветке, ну, у нас допущение про божественность, значит, справа здесь такое утверждение, несложно доказать, значит, если x божественно, то для любого свойства, которое позитивно, его позитивность этого свойства эквивалентна тому, что x им обладает. Есть, ну, в одной, в одну сторону импликация просто по определению получается, в другую сторону она получается, потому что у нас любое свойство либо позитивно, либо нет, то есть Если свойство не позитивное, то позитивное его отрицание. Вот, значит, отсюда получается, что позитивность Y эквивалентна тому, что X этим Y обладает. Да, значит, дальше вот здесь мы заменяем вот этот кусочек на Y от X. Вот, ну и, значит, делаем генерализацию. Да, мы доказали для какого-то Y. Значит, можем доказать для любого, для произвольного. Да, ну и, соответственно, можем соединить два вот этих утверждения, и у нас получится просто определение существенного обладания свойств. Я напоминаю, что вот это просто синтаксическое сокращение для вот этого выражения. Вот, дальше, значит, утверждение, которое мы пользовались. Ну, вот это утверждение, получается, как я сказал, в одну сторону из определения, в другую сторону из всем и пропозитивность. Вот, теперь, значит, более хитрое утверждение, которое мы воспользовались, которое говорит, что позитивность свойства влечет, что это свойство вынуждается, да, в божественности. Значит, начинаем мы с вот такой, значит, тавтологии просто из второпорядка в логике. Ну, тут, по сути, да, такое несложное утверждение. Значит, любого свойства для любого объекта, если h, да, это характеристика свойств y, для любого свойства z, если h, то z, то y тоже попадает в лицо. Вот. Ну, дальше, да, ну, мы, значит, сносим этот квантер, да, рассматриваем просто, да, конкретную подстановку в этот h, позитивность. Дальше применяем импортацию, вот, дальше я вот этот квантер переношу в консекмент, да, ну, не меняя. Вот. Ну, и получается у меня, что, значит, позитивность и вот такая конструкция просто по modisponens влечет вот это утверждение, да, и дальше, если мы его свернем по определению, то вот здесь у нас внутри, да, это как раз характеристика божественности, ну, и получится, что для любого x, если x божественный, то x обладает y, что мы сокращенно можем взять вот так, да, божественность вынуждает y. Ну, естественно, все это при допущении о позитивности. Вот. Ну вот, соответственно, постарался я разбить на простое утверждение. Значит, какие тут есть вопросы к фонтологическому аргументу? Значит, в ряде работ утверждается, что кедрские аксимы приводят к модальному коллапсу, вот, и также утверждается, что, значит, выводится противоречие, ну, вот в какой-то модальной конструкции, но здесь, мне кажется, есть некоторая проблема, да, потому что авторы, которые утверждают вводимость противоречия, они используют изначальный йодульский вариант определения существенного свойства, да, без конъюнкта, связанного с пустотой y, вот. Если все-таки взять реконструкцию скота, поправку данной скота, данной скота, то этот аргумент не будет работать. Вот, неизвестно, нет доказательства непротиворечивости к семитизации в стиле скота, но вот этот конкретный аргумент, да, про выводимость противоречия, ну, вот такой конструкции, ну, и, соответственно, если мы высказать то и противоречие, он перестает работать, да, потому что поправка скота его разрешает. Вот, та же самая проблема с модальным коллапсом. На самом деле он тоже сильно зависит от формировки вот этого определения. Вот, тут у меня некоторая литература, вот, и, ну, давайте я на этом снаруюсь. Спасибо. Спасибо большое, да, и даже остается целых почти 10 минут на то, чтобы задать какие-то уточняющие вопросы. Ну, вот Алексей Коновалов поднял руку. Пожалуйста. А, вот так, меня слышно? Да. Хорошо, вот у меня такой вопрос. Вот здесь все было о существовании Бога, а вот что, а вот как насчет его единственности? Есть какие-то формальные доказательства именно единственности Бога? Нет, единственности тоже доказываются нам. Что-что? Единственности тоже доказываются нам. Да, да, да. Можно доказать единственное. Хорошо, вот у Николая Вячеславовича есть вопрос, пожалуйста. Это вопросы, комментарии. Вот как раз про Fun with Formal Methods. На первом воркшопе был как раз доклад о формализации антологического аргумента в форме Ансельма в прувере PBS. Вы пробовали формализовать и пропустить доказательства через какой-нибудь прувер? Ну, я сам не пробовал, но я смотрел статьи, ну и, соответственно, как код работает от формализации на Изабель, которую делал Бинс Мюллер и компания. Ну, это Гёдельский аргумент, не Ансельмовский. Понятно, конечно. Ансельмовский, тут вопрос, в какой конкретно формализации, потому что у Ансельма это все неформально. Да, у Ансельма все неформально, но вот я ссылку выложил в чате, так что можно будет посмотреть. Спасибо. Это как раз заодно пример, чем занимался воркшоп Fun with Formal Methods. Спасибо. Ага, спасибо. Ну что, еще, может быть, кто-то желает коротенький вопрос задать? Ну, видимо, нет. Тогда мы двинемся дальше, и, может быть, когда общее обсуждение будет, то вопросы еще возникнут. Спасибо большое, Виталий, за доклад. И следующий доклад представит Иван Рыгаев. Он расскажет о формальных методах в лингвистике. Иван, пожалуйста. Здравствуйте, слышно меня? Вот я включу возможность. Да, слышно. Экран можно показать. Сейчас попробую. Так, ну вот, я буду говорить о языке и логике. И в рамках такого плавного перехода от предыдущего доклада я начну с притчи. Значит, притча звучит так. Значит, однажды один логик совершил великий подвиг. И тогда, значит, бог император ему сказал, что за этот подвиг ты можешь либо взять в жены, можешь взять в жены, либо мою старшую дочь, которая наследует мой трон, но не так хороша собой, либо мою младшую дочь, которая, значит, большая красавица, но безнаследственная. И вот, и внезапно, на следующий день, бог император застает логика потели с обеими своими дочерями. Ну, он был, конечно, очень сильно рассержен, всячески взялся обвинять логика, на что тот сказал ему. Кажется, кто-то не понимает разницу между или и исключающим или. Вот. И, в общем, бог император был окончательно рассержен, и он хотел тут же отрубить ему голову, но потом решил вступить по-другому. Он отправил его в темницу, и через несколько дней, значит, вывел его в цепях, в кронный зал перед всем честным народом, так сказать, и сказал, вот тут, говорят, есть 7 сундуков, в одном из них есть ключ от твоих цепей, а в остальных лежат черепа. Вот. И я попросил мудрейших, значит, людей готовить тебе логические загадки, и вот на этих сундуках есть эти загадки, и если ты за полчаса откроешь правильный сундук с первого раза, вот, значит, если ты не найдешь с первого раза правильный сундук, тогда тебе отрубить голову. Вот. Ну, и логик, значит, посмотрел на эти загадки, долго думал, и в последний момент, значит, он открывает один сундук, и там достает оттуда ключ. А что, значит, бог император говорит? Невероятно. Я потрясен. Отрубить ему голову. А, ну как, ну как, ну вы же говорили. Кажется, кто-то не понимает разницу между тогда и тогда, и только тогда. Вот. В общем-то, что эта притча нам пытается сказать, что вроде бы получается, что в языке у нас какая-то не такая логика, как вот в формальных языках. То есть, тогда и только тогда работает не так, да, тогда не работает не так, или работает не так, и так далее. Да, и в общем-то, это было общим местом какое-то время. Вот. И были такие, значит, войны, которые разных двух лагерей, так сказать, да, которые одни считали, что надо развивать формальные языки, потому что вот язык, естественно, он такой весь нечеткий и нестрогий, да. А другие говорили, что наоборот, надо изучать естественный язык, а ваши формальные языки имеют отношение к реальности и так далее. Вот там даже на повышенных тонах такая дискуссия с некоторым вроде междусрозным и расовым, да. Но, тем не менее, как можно здесь увидеть, что обе лагеря сходились на одном, да, чтобы в естественном языке нет четкой логики. Ну и все это, вот пример, да, тут пример, что, как бы, почему вот такого нелогичного, да. То есть вот если мы возьмем там предложение John Speed, да, то оно формализуется там в логике, как sleep от John, да, и здесь есть прямое соответствие между естественным языком формальных составляющих, так сказать, да. Вот. А вот если мы возьмем какое-нибудь высказание типа «Все студенты спят», да, то оно формализуется вот так, как справа здесь написано, да, то есть у нас квадрат всеобщностей, под ним стоит импликация. И, соответственно, в предложении естественного языка у нас есть составляющие «Все студенты», да, у нас же есть подлежащие «Все студенты» и подсказуемость «Пят». Вот. И, соответственно, какая часть высказанной справа соответствует именной группе «Все студенты» непонятно. Такой, как бы, нет здесь составляющей справа. И было такое, что, естественно, язык устроен нелогично. Ну, и все это продолжалось до тех пор, пока не пришел Ричард Монтегио, да, который вот решил в какой-то момент заняться естественным языком. Вот. И, в общем, не нравились эти споры, и ему казалось, что нет большой разницы между естественным языком и формальным. И вот он решил как-то вот, как он сам потом писал, да, заняться довольно легкой, не очень важной задачей, вот, показать, что естественный язык можно интерпретировать как формальный. Ну, собственно, оказалось, что если мы переходим к логике более высоких порядков, да, второго порядка и выше, значит, то там это соответствие вполне себе можно установить, да. То есть, студенты у нас будут соответствовать такому предикату, второпорядковому предикату, который принимает на вход первопорядковый предикат «Спать», да, например. Вот, и, соответственно, вот, дальше, используя определение, то предикат «All students» здесь, да, вот мы можем вывести уже ту самую формулу, которую мы хотели. Вот, таким образом, вот он показал, что, в принципе, естественно, язык допускает формальную интерпретацию. И более того, да, вот мы таким же способом можем интерпретировать все именные группы, то есть даже вот простую именную группу типа «John», да, мы можем интерпретировать не как индивиду Джона, а как тоже такой второпорядковый предикат, обозначающий, что вот свойство «Спать» принадлежит к свойствам Джона. Вот, и таким образом все именные группы у нас будут интерпретироваться единообразно в естественном языке, как второпорядковые предикаты. И таким вот это дало такой, как это сказать, толчок исследованию квантеров в естественном языке, да, и вот появились так называемые обобщенные квантеры, да, которые, понимаете, как отношения между двумя множествами. То есть вот квантер «Все», да, это такое отношение между двумя множествами, такое, что одно является множеством другого квантера. Некоторые – это, что их пересечение не пусто квантером, но большинство, да, вот это то, что, значит, пересечение больше, чем раз. Например, можно так определить, можно по-другому. Вот, и так далее, и так далее, да. И, в общем-то, вот исследование всевозможных логических, математических свойств вот этих квантеров, оно дало довольно интересные результаты в лингвистике. На самом деле, вот, например, выяснилось, что квантеры, которые стоят в отвешении именных групп, они обладают таким свойством консервативности. Значит, что это значит? Это значит, грубо говоря, что для того, чтобы проверить вот истинность, допустим, что все мальчики пришли, да, нам надо исследовать только всех мальчиков. А не мальчиков нам не надо смотреть, не нужно для этого смотреть. И, в общем-то, как оказалось, практически все квантеры в естественном языке, ну, в исключении тех, которые стоят в отвешении именных групп, вот, они все консервативны, да. Вот, то есть все мальчики – это мальчики, которые пришли. Это будет тот же самый смысл давать, что и исходное предложение. Вот, есть некоторые квантеры, которые не являются консервативными, но они имеют другую синтетическую дистрибуцию. Это, например, квантер только, он ли, да, который, вот, вообще-то, наречие, вот, и может располагаться совсем в других местах. Вот, для того, чтобы узнать, что только мальчики пришли, да, нам надо, если говорить, в первую очередь, не мальчиков, а, наоборот, их выполнение, так сказать. Вот, ну, и также, вот, например, есть такая вещь, как NPI, так называемый, Negative Polarity Items, это, например, вот английское N, да, вот, из курса английского языка мы знаем, что N обычно требует отрицания. Вот, отрицание мы должны использовать N, без отрицания мы говорим сам, например, или еще что-то. Вот, но оказывается, что они не во всех контекстах, где есть отрицание, допустимо, то есть, наоборот, не обязательно требуется отрицание для использования N. Например, там мы можем сказать что-нибудь типа Anybody who ate any vegetable is healthy, например, да, пожалуйста, тут целых два N, и никакого отрицания нет. Вот, оказалось, что вот такие свойства квантеров, как монотонность, вот могут объяснить это распределение NPI, в частности, да, то есть, что такое монотонность? Это, значит, монотонность может быть здесь слева или справа, то есть, по первому или по второму аргументу, и она может быть убывающей или возрастающей. То есть, вот здесь вот пример один написан, определение монотонности слева, то есть, по первому аргументу, для убывающего квантера. То есть, грубо говоря, да, допустим, значит, если мы говорим, что все женщины пришли, да, отсюда следует, что все красивые женщины пришли, то есть, под множество первого множества, для него тоже будет истина. это высказанное, это значит, что он монотонный по первому аргументу, да, вот это квантера, квантерсев, вот монотонный по первому аргументу, убывающий по первому аргументу, а во втором он монотонно возрастающий. То есть, если, там я не знаю, что, все собаки это животные, да, это значит, что все собаки это живые существа, условно говоря, да, вот, вот так. Вот такие интересные, например, были наблюдения. Ну, и много разных, на самом деле, других результатов было получено в рамках формальной семантики, которая, собственно, появилась из работ Монтри. Вот. Значит, у нас Монтри предполагал, что значением предложения является условие истинности, собственно, как в логике, да. предложение это больше, чем просто заявление в условии истинности высказывания, да, это такое сообщение, это передача информации от говорящего к слушающим. И вот, и тоже немножко возвращаясь к другим несоответствиям, и, собственно, к нашей притче, да, вначале между, несоответствием между естественным языком и формальным, да, то есть вот логический оператор, да, мы посмотрим, а когда мы говорим, там, вот, опять же, некоторые студенты пришли, подразумевается, вроде бы, что не все, да, то есть, хотя в логике такого нету, да, вот, исключающие или у нас порой подразумевается, да, у нее есть собака или кошка, подразумевается, что они не то и не другое вместе, там, а двусторонние импликации, опять же, да, про которые мы только что говорили, тоже не коммунитетно-хвативные, и, да, то есть она вышла из замуж и родила ребенка, значит, что именно в этом порядке они наоборот, да, вот, и опять же возникает вопрос, что тут опять, где, почему так язык нелогичен, вот, решение этого вопроса связано вот с именем Герберда Полуграйса, да, который заявил, что, в общем-то, все у нас, все здесь логично, все, все операторы работают как по формальной логике, но надо различать то, что было сказано, саму семантику высказанной, и те выводы, которые были сделаны и сказанным слушающим, то есть трагматикой, и вот Грайс ввел принцип кооперации и понятие импликатуры, то есть он, что говорит принцип кооперации, что диалог не является набором не связанных с друг другом реплик, да, то есть, как правило, участники, они как бы следуют некоторой цели в направлении развития диалога, да, то есть, и основной принцип, значит, гласит, что ты вноси такой вклад, который требуется на данном этапе развития диалога в соответствии с его целью, и, значит, принцип реализуется вот четырьмя типами максим, значит, это максим количество, которое, говорит, будет информативен достаточно, но не более чем достаточно, максим качество, которое, говорит, что ты не говори того, что считаешь ложным, и не говори того, чего у тебя нет достаточных обоснований, ну, максимум релевантности, говори по теме, не отвлекайся, и максимум способа, там много разных вещей туда включаются, это, как бы, быть кратким, ясным, говорит по порядку, и так далее, вот, и, собственно, эти максимумы работают не только в общении, но и, в принципе, в любой кооперации, ну, и, соответственно, то есть эти максимумы надо рассматривать не как какие-то предписания, как себя вести, да, как в процессе диалога, а наоборот, как бы, то есть это то, чему мы автоматически следуем, даже не замечая этого, и, собственно, собеседники, они, поскольку ожидают тоже автоматически от другого собеседника, что он будет следовать эти максимумы, могут делать, соответственно, выводы из, на основе этого, вот, из сказанного, да, и из ситуации, в которой происходит это высказание. Вот, и вот такие вот выводы называются ампликаторами, то есть это не не логические выводы сказанного, и, в принципе, они могут быть отменены и последующим дискурсом, то есть вот ампликаторы, известно, что они могут быть отменяемы, то есть мы можем сказать, некоторые студенты пришли, а на самом деле все пришли, как бы, не противоречия тому, что было сказано ранее, там у нее есть собака или кошка, а может это и другое, она вышла замуж и родила ребенка, но не в этом порядке. Вот, пожалуйста, мы можем эти ампликатуры отменить, которые, как бы, уже могли быть сделаны на этом этапе. Вот, другим, значит, феноменом, естественного языка, связанным, опять же, с ситуацией коммуникации, будет являть крест-позиции. Значит, крест-позиция – это такая информация в предложении, которую говорящий помечает, как само собой разумеющуюся, как уже известную слушающим, то есть как часть common ground. Ну, известные примеры из Рассела, да, там, что король Франции вырез, подразумевает, что существует король Франции. А вот активные глаголы, такие, как знать, значит, Джон знает, что земля плоская, подразумевает, что земля плоская. А это был Джон, кто выиграл, да, подразумевает, что кто-то выиграл. Вот, и так далее. про диспозиции, известная, значит, такая фича про диспозиции – это то, что они выживают в разных ложных контекстах, в том числе под отрицанием. Вот, если мы скажем, что Билл не знает, что все дети Джека лысые, да, отсюда следует, как то, что все дети Джека лысые, да, так, и что у него есть дети. Вот, вот эти диспозиции, они как бы проецируются, да, наверх из вложенных, вложенных контекстов. Но, оказывается, что иногда они теряются. То есть, если мы скажем, если у Джека есть дети, то все его дети лысые. А само предложение целиком, да, не подразумевает, что у Джека есть дети. Вот, и так далее. Вот была такая проблема проекции предпозиции, объяснить, в каких случаях и как это, значит, а не на предпозиции проецируется, а когда нет. Вот, ну, значит, поскольку, значит, предпозиция, это такая, то, что уже известно слушающему. Это вопрос, зачем мы говорим то, что уже известно слушающему. Но, потому что мы хотим как бы новую информацию связать с уже имеющейся, уже известной слушающим, каким-то образом вот эту связь осуществить, да, и мы не можем что заглянуть в голову слушающего и там взять некий трайдишник и вот его использовать, да, для привязки новой информации. Поэтому вот мы вынуждены лингвистическим способом активировать, нужно, так сказать, ментальный файл, да, в голове слушающего и, соответственно, добавлять туда новую информацию. лингвистическим способом. Вот, да, и вот, собственно, теории динамической семантики, такие как файл-ченч семантик, например, динамический пункт предикатов и дискурс репрезентейшн кири, в частности, они вот учитывают зависимости между предложением в дискурсе и интерпретацией в контексте сказанного ранее. Вот, и предложение, тогда основной смысл предложения это будет вообще такой процедурный, то есть это такой набор инструкций, грубо говоря, по изменению контекста, по изменению как бы информации в голове слушающего. Вот, а условия истинности уже будет тогда связаны не с самим предложением, а с тем common ground, с тем семантическим представлением, которое получилось после изменения на основе вот этих инструкций с предложением. Так, и вот в DRT как бы важно, что контекст это не просто какой-то набор утверждения, он имеет структуру, да, то есть у нас тут могут быть вложены друг в друга такие контексты, вот утверждение называется DRS, Discuss Representation Structure, и вот они как раз нам и объясняют, почему иногда может быть у нас теряться эти приспозиции, так сказать, да, почему когда-то они проецируются наверх, а когда-то нет. То есть, смотрите, поскольку, значит, это уже известная информация, значит, ее можно как-то найти, да, вот, и то есть теория вот в Андерсанте в рамках Discourse Representation Theory говорит, что приспозиция это просто такой случай анафоры, то есть, когда мы, анафора, это как бы, когда у нас местоимение ссылается на какое-то предыдущее высказание, да, то есть, он, значит, Вася пришел, он был болен, например, да, то есть, он ссылается на Васю, который был сказан ранее, да, и вот теория Андерсанте говорит, что приспозиции как бы работают точно так же, то есть, вот здесь вот Педро и Донки, это такие выражения, которые хотят найти себе дециденты тоже в контексте, да, найти уже известную информацию, известного этого референта, вот, и с ним связаться, вот, соответственно, вот поиск идет как бы по иерархии вот этой вложности контектов друг друга, и, соответственно, вот здесь что мы можем увидеть, что Педро, например, вот из второй части предложения, вот этот вот, они здесь приспозиции помечены такими пунктирными линиями, вот, вот этот вот Педро мы как бы ищем, вот этот доступен у нас будет, для него, и вот этот, здесь мы находим его наверху, да, и, соответственно, вот Педро у нас, как бы, что они Педро, у нас здесь остается, как приспозиция в рамках всего предложения, а вот Данке, да, он находится, для него антицидент находится в левой части импликации, да, и связывается там, и, соответственно, он не выходит на самый верх, то есть, вот эта вот проекция, она застревает посередине, и таким образом вот это предложение целиком не подразумевает, что есть какой-то осёб, который владеет педро. Вот. Кроме того, значит, приспозиции могут аккомодироваться, то есть, если мы не не нашли антицидента, да, то, в принципе, мы можем их просто принять к сведению, да, то есть, вот в предыдущих примерах каких-нибудь где-нибудь там, не знаю, про короля Франции. Если мы, допустим, не знаем, не знаем, франция монархии или не монархии, да, то, в принципе, мы можем принять к сведению, что король Франции существует, когда нам говорят, что король Франции вылез. Вот. Это называется аккомодация. И вот, каким образом работает разрешение преиспозиции. Преиспозиция движется вверх по иерархии поиска антицидента. Если нигде не нашлось, то пытается аккомодировать наверху. Есть такой принцип, что аккомодация происходит в глобальном контексте или как можно выше. Если по каким-то причинам не удалось аккомодировать, то она движется обратно вниз по той же линии и ищет, где там может аккомодировать. Собственно вопрос, что значит не удалось и почему она может не удалось. Оказывается, здесь действуют тоже логические принципы, что главный ДРС наш должен оставаться непротиворечивым после разрешения преиспозиции. Вот почему мы не можем сейчас аккомодировать нашего короля Франции. Потому что мы знаем, что Франция не монархия и там никакого украления нет. Это будет противоречить нашему убеждению. Вот. Также новый главный ДРС должен быть информативным, не должен логически следовать из предыдущего. А также каждый подчиненный тоже должен быть не против... не должен противоречить высшестоящему и должен быть информативным по отношению к высшестоящему. И оказывается, вот эти вот принципы опять же слушающие автоматически применяют в процессе обработки предложений. Вот. Очень интересно. Так. Значит, хорошо. Но что насчет, значит, экспериментальной проверки всех этих теорий? Значит, логические методы дают нам реальный ответ, да или нет. Обычно предложение либо есть, либо нет. Импликатору либо есть, либо нет. То есть, позиция разрешилась таким способом, ни каким, ни двумя сразу. Вот. Однако лингвистические эксперименты обычно не дают строгих ответов, а дают лишь некоторую цифру, значит, показывающую, насколько носители согласны с объединенным утверждением теории, да. То есть, допустим, ну, простейший лингвистический эксперимент представляет собой вопрос, да, и там, допустим, мы спрашиваем информантов, значит, грамматично ли следующее предложение. Ну, и там даже мы спрашиваем их обычно выбрать из какой-то шкалы, там, от одного до семи или от одного до пяти, да. И, соответственно, мы получим ответ, там, пять с половиной, допустим, из семи в среднем. И что, да, и как это понимать. И даже если бы мы их спрашивали просто да или нет, грамматично оно или нет, все равно мы получили какую-нибудь цифру, допустим, 70% считают, что грамматично, а 30% что нет. И опять же, как с этим поступать. Вот. Есть такая теория rational speech act, называется, значит, которая основывается на вероятностных умозаключениях, значит, как, как она описывает вот ситуацию коммуникации. А, значит, имеется множество возможных ситуаций, да, одной из которых говорящий хочет описать, да, сообщить, значит, эти признают, что они, как бы, взаимно исключающие ситуации. Вот. Каждая ситуация может быть выражена некоторым набором высказываний, причем, как бы, опять же, и каждое высказывание может, одно высказывание может соответствовать разным ситуациям. Связь такая может быть многих ко многим. И, соответственно, говорящий выбирает такое высказывание, чтобы быть максимально информативным, чтобы вероятность определения правильной ситуации была максимальна для слушающего. А слушающий уже после этого, значит, размышляет, а почему говорящий выбрал это высказывание не другое, опять же, основываясь на вероятность таковых заключениях, и на основе этого определяет наиболее вероятную ситуацию соответствующим вот этому высказыванию. Ну, вот есть такой пример. Значит, тут как раз нас будет интересовать, значит, вот так называемая скалярная импликатура, да, как раз про некоторые, что некоторые, это не все, да, то есть то, что слушающий выводит такую импликатуру, что если говоришь, что некоторые, то, наверное, это не все. Ну, вот пример, что, значит, Алекс съел некоторые печеньки, их всего там было 4 печеньки, допустим, вот, и тут варианты, значит, какие высказывания возможны, да, допустим, ну, упрощенно, конечно, мы тут только 3 рассматриваем, а не все какие возможны. Значит, что у нас вот есть? У нас есть вот слева, это в квадратике А, это, так сказать, априорная вероятность, и мы, а, значит, вот у нас есть 5 ситуаций, да, М0, М4, да, то есть это сколько печеньек, в принципе, можно было съесть, да, 0 от 0 до 4. Вот, мы предполагаем, что изначально, значит, у нас все равновероятные ситуации, да, у нас нет никакого, как бы, байсов в какую-нибудь сторону. Вот, значит, дальше в квадратике B у нас как буквальный, так сказать, слушатель, который просто воспринимает смысл высказывания и больше ничего, логический смысл высказывания, да, как он будет интерпретировать это высказывание. Ну, если он услышал 0, да, то он поймет, что это ситуация 0, да, если он услышал сам, то он будет равной вероятности назначать от М1 до М4. Если он услышал all, то он будет назначать М4, соответственно, вот, поймет, что это ситуация М4. Вот, а дальше, значит, наш говорящий, собственно, он размышляет на тему того, как наш буквальный слушатель это будет воспринимать и, соответственно, приходит к выводу, что вот такие высказывания, значит, в каждой, значит, ситуации было бы, можно применять с такой-то вероятностью, да, то есть, вот, получается, что для all лучше применять all, это будет более информативно, чем сам, да. А дальше у нас уже такой второй, слушающий второго порядка, так сказать, прагматический слушатель, он размышляет на тему говорящего вот этого и понимает, что если он услышал сам, да, то согласно вот модельке, вероятно, значит, all у нас гораздо меньше имеет вероятность, да, что он съел все печеньки, чем три других варианта. Ну вот, вот такой пример, как это все работает. А в нижней части представлена, как бы у нас исправленная априорная вероятность, если мы знаем, что Алекс очень любит печеньки и его вообще нельзя оставлять с корзинкой печенек, он их все обычно всегда съедает, то вот у нас, значит, all будет априорно вероятность очень большая и, соответственно, если мы потом это все пересчитаем по тем же правилам, то получится даже, если говорящий сказал сам, то будет слушающий все равно решить, что, наверное, он все съел. Вот такая история. В общем, заключение у меня такое, что, естественно, язык можно анализировать формальными методами, это дает интересные результаты, но надо учитывать коммуникативные аспекты дискурса, а не просто, так сказать, голую семантику. Вот, и также интересно, что собеседники незаметно для себя делают много разных формальных заключений в процессе коммуникации. Да, спасибо большое за доклад. Получилось ровно прям в 30 минут, но поскольку у нас уже все докладов никаких больше нет, давайте перейдем к обсуждению. И вот Николай Вячеславович поднял руку. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас именно вероятности, не какая-нибудь другая числовая, имеющая числовую характеристику, мера неопределенности или определенности? Это первый вопрос. И второй более практический. Извините, я в очередной раз рекламирую вот этот workshop Fun with Formal Methods. У нас как раз было за историей два доклада, как обучать студентов-программистов однозначному, правильному английскому языку, чтобы не возникало ситуации типа такого же, как should I turn left-right? Понятно? Какие выводы из вашего доклада можно сделать или рекомендации, как преподавать однозначный язык там, где это особенно важно и нужно? То есть два вопроса. Первый про вероятность или другая формализма, а другой методика преподавания. Спасибо за доклад и я пока себя выпускаю. Хорошо, да, спасибо за вопрос. Значит, да, в Rational Speech Act это именно вероятности там используется. Более того, там простые как бы байсовские резинники на основе теории байса все это происходит. Вот, значит, а что касается второго вопроса, боюсь, я вам тут не помогу, потому что здесь как бы все... немножко не про то, да, это про то, как бы выяснить, как люди обрабатывают язык на самом деле, а не про то, как их научить или как надо. Ага, да, 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 это вот немножко другое. Не знаю. Ага, так вот я сейчас хочу... Перспектив такого применения. Вы совсем не видите перспектив такого применения для уменьшения неоднозначности языка там, где это важно? Нет, ну это можно, да, ну нет, можно это как бы, да, анализировать и смотреть, почему вот это конкретное предложение оказалось неоднозначным, да, и объяснять это потом студентам, да. Вот, но... Ну, в принципе, да, вот такое применение есть. Спасибо, спасибо. Ага, вот я хочу всем участникам напомнить, что мы сейчас уже в режиме обсуждения, и можно задавать вопросы всем докладчикам, не только Ивану, да, вот. Пожалуйста, участвуйте и не только вопросы задавать, но и высказывать какие-то свои мнения. Вот Анна Моисеева подняла руку, пожалуйста. Да, ну у меня, тем не менее, вопрос к Ивану. Спасибо, Иван, за доклад. Так, у меня опять, значит, меня опять интересует, что происходит с присутпозициями при каких-то, казалось бы, эквивалентных переформулировках. Вот у тебя был пример, значит, предложение, там, Джон знает, что Земля плоская, ну, имеет присутпозицию, что Земля плоская, и Джон не знает, что Земля плоская тоже. А вот если мы скажем, неверно, что Джон знает, что Земля плоская, вроде, казалось бы, присутпозиция исчезает. Ну, во-первых, я хочу сверить интуиции, а во-вторых, если у тебя такая же интуиция, можешь ли ты как-то это объяснить? Не совсем такая же, неверно, что Джон знает, что Земля плоская. Ну, мне кажется, что все равно тут сохраняется, может быть, с некоторым сниженной вероятностью, опять же, да, что присутпозиция здесь сохраняется. Но, в принципе, да, я, опять же, не могу сказать, почему это так повлияло. Ну, в принципе, здесь возможна локальная аккомодация, да, то есть под отрицанием этой приспозиции. Вот, почему неверно? Ну, может быть, вот как-то явное, явное выделение этого отрицания в отдельный, так сказать, контекст, что я, вот, оно влияет на то, что приспозиция может задираться вот на контексте, а не быть на верху. Спасибо. Можно вопрос задать? Да. Или кто-то другой в очереди? Ну, тут Арсен впервые поднял руку, но что уж поделать. Я просто не вижу очереди. А у меня вопрос к Андрею Вячеславовичу, так что, наверное, сначала пускай вон. Да, хорошо. Тогда у меня вопрос тоже к Ивану. Даже, ну, вот пару вопросов. Во-первых, вот немножко смущает, что все такие исследования на материале английского языка. И вот вопрос, насколько, так сказать, эти результаты легко переносятся на другие естественные языки. и проводились ли, ну, конкретные исследования такого рода. Это один вопрос. И второй вопрос, такой более общий. Ну, сейчас, конечно, все мы под большим впечатлением, вот, там, чата с ГПТ и других подобных технологий. И я, насколько понимаю, они как раз получены без всякого использования логических методов. И вот вопрос, так сказать, насколько логические методы с ними совместимы, что ли, да. Потому что вот есть проблема, которая вообще касается машинного обучения, не только в естественном языке, в том, что при, так сказать, вот всей этой потрясающей эффективности, она ненадежна, да. Вот эти результаты недостаточно воспроизводимы. Я сам, кстати, не знаю, может, сейчас улучшилось, но я вот несколько месяцев назад, когда он появился, я пробовал попросить чат доказать теорему Пифагора, исправилировать, доказать. И на разных языках, кстати, я пробовал, на французском, на английском. И, в общем, он предятельно выдает вот что-то такое, что очень похоже. Вот если не вникать в детали, то легко это принять за, так сказать, доказательство, потому что оно звучит так, но, так сказать, там ерунда внутри. Вот. И поэтому, кажется, вот очевидная идея, да, чтобы вот некий, так сказать, логический каркас в это ввести, как вот своего рода проверку, что ли, или стабилизатор вот этих результатов. Вот есть ли тут какие-то идеи, подходы, вот что вы об этом думаете? Спасибо. Спасибо. Ну, да, что касается применения к другим языкам, конечно, они и есть. И, в общем-то, все эти теории и идеи, они считаются универсальными. В общем, даже вот импликатуры, да, и, в принципе, таким образом, как я говорил, это применение не только вообще к языку, а вообще к любому взаимодействию с людьми друг с другом. Вот. И, ну, там могут быть определенные сложности, например. А в английской литературе там много разниц, ну, много исследований на тему определенных неопределенных дискрипций, да, там, вот. А в русском, например, поскольку у нас нет артиклей, да, то не совсем понятно, где определенные, где неопределенные. А вот, но, тем не менее, даже в русском можно сказать, что, ну, как слушающий, когда что-то имеет в виду, он все равно имеет в виду либо определенных какой-то уже известных, да, референтов, либо вот, ну, вот, так сказать. Вот. Но, да, в общем-то, есть ли для разных языков, и все это, в общем-то, работает. Вот, это вот, собственно, вот пример, который Аня сейчас спрашивала, да, она же спрашивала на русском языке, и все это точно так же работает с английским, в общем-то. Вот, а что касается сейчас GPT и всех этих новомодных языковых моделей, да, там, но поскольку они же не ориентируются на семантику никаким образом, да, то есть это просто генератор как бы правдоподобных текстов, грубо говоря, вот и все. Но понятно, что поскольку там большая часть текстов, которые они прочитали, грубо говоря, оно было более-менее верным, да, то есть соответствующим нашей действительности, то и у нее и получается, по большей части, так. Но вот никакой гарантии там дать нельзя. И, честно говоря, я не очень большой наток этой области, и не могу сказать, как туда можно внедрить логический метод, чтобы улучшить это все. Спасибо. Ага, так, Арсен. Да, у меня по поводу аксиоматических методов был вопрос касательно того, что... Вот вы сказали, что у вас название несколько провокационное, о том, что как бы теории в стиле Гильберта к этому не подходят, и при этом вы в самом начале говорили про книжку «Основание геометрии», насколько я помню, так? Так, но ведь в основании геометрии там тоже нет логических теорий. Там ведь, ну, построение то, как вот, ну, то есть вот вы перечисляли Виблена и Неймана, и в принципе там ведь в таком же духе там нету слов про, там, ну, теории моделей, понятно, потому что она еще не появилась, там про конечную аксиоматизируемость, про полноту не говорят. Ну, то есть, в отличие, например, от статьи Тарского, где он аксиоматизирует элементарную геометрию, там это все уже больше похоже на логическую теорию. Так, может, стоит как бы разделить, ну, деятельность Гильберта в области, ну, непосредственно логики и деятельность Гильберта, вот, которая появилась раньше, ну, которая касается вот именно основания геометрии. И как кажется, что касается последнего, это широко распространенная штука сейчас в математике. А вот касательно логики, как будто, ну, да, это меньше распространения получает, хотя, ну, есть, тоже нужно как бы разделять вопросы, что так не делают, в принципе, в науке, и что это ни для чего не было бы полезно. Наверное, люди, которые выступают за программу, ну, за аксиоматизацию в духе Гильберта именно в логической части, они ведь не говорят, что всю науку нужно строить таким образом, они, ну, как кажется, настаивают только на том, что это может быть полезно для чего-то, а не что вся наука должна делаться таким образом, ну, условно, там, не должны принимать научные статьи, если проблема не решается именно вот так дедуктивно в рамках логики, просто в плане уточнения тезисов. Это первый вопрос. Ой, можно я сразу так запутаюсь? Тут уже очень много вопросов. Спасибо, Арсен, да, это очень, так сказать, по делу вопросы. Ну, смотри, мне кажется, что все-таки вот это основание геометрии Гильберта, да, конечно, это нужно отличать, допустим, от более поздних работ того же Гильберта. Вот есть, кстати, на русский, в отличие от английского, переведенный двухтомник Гильберта и Бернайса, это основание математики, там, по-моему, 34-й и 36-й годы. Ну, да, более поздних. Конечно, но, тем не менее, так сказать, совершенно правильно и разумно вот этот второй, так сказать, этап, связанный с тем, что мы называем программой Гильберта, все-таки понимать, как вот развитие вот этого первого этапа. И в этом смысле, если мы возьмем вот эту книжечку основания геометрии, такую, как бы полуформальную, да, и будем сравнивать вот с книжкой, там, фон Ноймана или даже Веблина, который старался, так сказать, следовать рецептам Гильберта, то мне кажется, все-таки там есть огромная разница. И она заключается, ну, в каком-то смысле, вот невозможности. Вот Веблин действительно пытался дать не теорию эвклидовой геометрии, такую игрушечную, да, которая с точки зрения вот геометра, ну, неинтересна. Она важна именно с точки зрения вот примера вообще там, как устроена аксиоматическая теория и так далее, вот таких общих вопросов, но не с точки зрения вот конкретного геометрического материала. А он пытался, ну, вот давайте там дифференциальную геометрию таким. И, в общем-то, это не получается, потому что он в какой-то момент совершенно неизбежно, ну, вот, так сказать, говоря анахронистически, что он делает, он все-таки переходит на такой классический, что ли, подход и вот строит, я не знаю, там, карты вот этими, вот как строится там Риманово пространство. В общем-то, он не может этого избежать, так, чтобы дать какие-то вот аксиомы, а потом показать, а давай вот у нас такая модель для этого будет, которую мы назовем Риманово пространство. Вот такого там нет. То есть он переходит вот к такому генетическому конкретному. Ну, и тем более, конечно, там вот в этой физике надо подробнее, я, конечно, так сказать, подробно вот все это не читал, но, кажется, очевидно, что там вот именно аксиоматический метод, также вот как, о чем Эйнштейн говорит, да, используется как такая идеология, как общая идея, что, так сказать, надо выделить какие-то принципы и, конечно, важный момент, вот такая свобода, что ли, в, как сказать, в способах связи теории с опытом. Вот это, мне кажется, важно, да, что как раз вот, допустим, Эйнштейну это дало идею, что можно вот тут разные геометрии пробовать, что даже одни и те же данные, вот он там на Пуанкаре ссылается в этой статье, тоже можно, так сказать, спасти, как говорил Птолемей, с помощью разных геометрических теорий и так далее. То есть это вот такая очень общая идея, но вот не ее конкретная реализация. Сейчас, и еще какая-то вот была часть тут же вопроса, я, по-моему, на что-то не ответил, да, Артин? Я сказал только про отличия, ну, и просто, ну, у меня возникло впечатление, когда я смотрел книжки Веблена и Неймана, то есть, ну, у вас был тейс о том, что не используют при решении научных проблем стиль, который апеллирует вот именно к геометрическим теориям в стиле Гильберта. Но то, что написано в книжке Веблена и Неймана, это, ну, сейчас уже ведь довольно стандартный формализм. То есть Нейман, кажется, в этой работе, в чем его заслуга? В том, что он связывает пространство состояний с Гильбертовым пространством. Сейчас, когда мы, ну, как бы изучаем квантовую механику как математики, мы не можем к этому, ну, об этом просто не сказать. Это, то есть, уже фольклор какой-то. То есть, это как раз-таки повсеместно используется. А вот касательно... Сейчас, сейчас, Арт Центр. Ну, ведь как раз, вот, в моем понимании, это работа с моделью, да, то есть, когда мы говорим там Гильбертовое пространство, это, в общем, это уже модель, и так не выглядит, что... Ну, модель не специологической теории, да? Ну, конечно. Конечно, то есть, это не выглядит так, что мы вот какие-то пропозиции сказали, из них что-то формально выводим, а потом говорит, а вот у нас такая вот модель тут будет. Да, это не так. И еще вы приводили там цитату Марио Бунге по поводу того, что математическая логика, более точно, это логика первого порядка, возможно, там с символом равенства или нет. Но такое просто ощущение возникает. Я не читал эту книжку Бунге, я даже не знаю, откуда этот фрагмент, но это похоже скорее на Куайна, потому что я не уверен, но, по-моему, если мы говорим вот прошлые программы, формализм там не для Тарского, например, не было такой важности, что мы используем именно классическую первопорядку и логику там с бивалентной семантикой. И у Гильберта ведь тоже, кажется, нет такой идеологии. То есть это разве не какое-то более позднее насвоение? Ну, мне кажется, нет, потому что для Гильберта, ну, насколько я понимаю, вообще вот так вопрос не стоит про какую-то множественность логик. Это вот чуть позже началось. Даже не с Брауэра, а с Гейтинга, да, который, потому что Брауэр в каком-то смысле отрицал вообще идею о том, что логика должна быть в основании там математической, тем более физической теории. И это скорее уже Гейтинг, да, который вот это чуть позже, 30-е годы, когда вот эта идея попытки построить интуиционистскую логику как вот некоторую альтернативную логику. Мне кажется, что все-таки Гильберт, для Гильберта логика – это вот, так сказать, логика с большой буквы в том или ином виде, вот. И поэтому мне не кажется, что… Да, вот эта идея, что именно первопорядковая логика это вот должна быть, так сказать, канонической, ну, действительно, Квайн ее развивал по понятным причинам, да, там, полнота и так далее. Вот эти хорошие свойства, так сказать, первопорядковой логики, которой там нету, второпорядковой и так далее. Вот. И тот же Супис называет вот это, по-моему, как-то стандартной аксимитизацией что-то такое, да, что, ну, понимает, что там могут быть варианты, но он говорит, ну, как бы вот здесь философы уже решили, что пусть иначе какая-то путаница пойдет. Вот у нас будет, пускай, одна логика, и мы, так сказать, любые теории будем с ее помощью строить. Вот я еще хотел упоминать, вот интересное, то, что я, честно говоря, внимательно не читал. Есть же у самого Гильберта, собственно, вот его перерыв между вот этим первым этапом, так сказать, его логических исследований, да, и вторым, связанным, собственно, с программами, Гильберта был заполнен тем, что он пытался сам применять в каком-то виде аксиматический, ну, метод физики строя. Да, и эти, в общем-то, работы, ну, я не знаю, я не историк физики, чтобы точно, так сказать, как-то оценить их значения, но так или иначе намного меньше читают, я насколько понимаю, но вот надо посмотреть, но по видимости все-таки тоже это вот не получается так гладко, что ли, как вот, допустим, с теми же простыми геометриями, ну, я подчеркиваю, простыми, да, потому что когда мы говорим о более сложных геометриях, то вот пример как раз риммановой геометрии показывает, что не все так гладко работает. Вот, а что касается вообще аксиматического метода, ну, это отдельная тема, вот, собственно, у меня про это основная тема моей диссертации, поэтому я сейчас не буду занимать время об этом долго говорить, но, конечно, конечно, аксиматический метод сыграл он. Но я как раз пытаюсь показать, что на самом деле, хотя вот есть идея, да, что что такое вот сегодня аксиматический метод, это вот метод Гильберта, но в каком смысле это тоже вот неправда, так сказать, практически, да, потому что важный, например, момент в аксиматических теориях был связан с теорией категории. И, собственно, ну, как пример можно взять вот аксиматизацию аксиматизацию теории гомотопии, вот, модельной категории Квиллена, это 67-й, по-моему, год, понимаете? И вот эти тоже люди говорят, ну, вот мы делаем аксиматическую теорию. В каком смысле это правильно? Ну, в том, что вот, так сказать, определяем категорию, в которой можно, так сказать, делать теорию гомотопии в общем виде, да? Но, опять-таки, насколько это вот прямо метод Гильберта, это с большими, в общем-то, натяжками, я так говоря. И в теории топосов, с одной стороны, это такой вот блестящий результат, можно сказать, да, аксиматического метода в математике 20 века, вот теории элементарного топса. По сравнению с вот работами Гротендика, в которых, так сказать, черт ногу сломит, теорию элементарного топса можно научить любого студента, там за, ну, не знаю, семестр точно. Вот, и поэтому, но, опять-таки, понимаете, это вот не совсем тот же аксиматический метод, по крайней мере, я вот попытался это показать. Ну, из теории метипов, в общем-то, это вообще не похоже на аксиматический метод. Я вот взял уже на себя некую смелость называть, допустим, правила аксиомами. И здесь, ну, вот некое обоснование, это историческое, что, например, у того же Евклида аксиомы – это вот не аксиомы совсем в смысле Гильберта, а это, скорее, именно формальные правила. Поэтому, если мы вот так расширительно говорим о аксиоматическом методе, ну, я думаю, оправданно. Вот, то, допустим, вот можно пытаться смотреть на формализацию с помощью теоретипов, включая, там, гомотопический теоретип, как тоже вот своего рода аксиоматизацию. Вот, и поэтому вот, ну, по крайней мере, я пытаюсь вот защищать тот взгляд, что неправильно вот так жестко, жестко фиксировать понятие аксиоматического метода именно вот этими уже столетней и больше давности работами Гильберта, да, надо смотреть на это более широко и видеть нюансы. То есть видеть, с одной стороны, отличие, допустим, с тем же Евклидом, который, конечно же, совсем иначе там все устроено, ну, и с вот более современными теориями тоже. Вот так. Ну, да, я читал вашу работу, вот, вы там писали еще, что важны процедурные знания и что именно они вот имеют ключевой характер, потому что теоретическое обоснование, оно процедурное, и это отличается от того, что делал Гильберт. Но мне скорее вопросов, ну, не столько, ну, как бы к вам, потому что почему я зацепился за Бунгер, потому что он, с одной стороны, говорит про, там, вот эту, ну, теорию, там, первого порядка с символом равенства, и при этом говорит, что в этом смысле то, что делает фон Нойман, оно этим требованием не отвечает, но фон Нойман как бы нигде и не пишет, что оно будет этим требованием отвечать. И вообще я не уверен, насколько был силен вот именно этот дух, так скажем, первопорядковости. Я не помню, вы там упоминали, что кто-то еще на Рассела Уайтхида ссылался, но там тоже касательно первопорядковости, я так понимаю, это уже, в общем, более позднее наслоение, потому что тогда еще не особенно понимали разницу между, ну, между порядками, в общем, логикой, насколько я понимаю, именно в принципах математики, не с Сайфидом работая, который 1903, там не первопорядковая логика, вот у меня к этому конкретно было претензии, потому что у меня возникло впечатление, что Бунги как будто-то с чучелом справится. Ну, я понимаю, мне не кажется, что Бунги вот эту же претензию распространил бы на вот основании геометрии Гильберта. Ну да, он сказал, там еще вот не прописано, что такое там порядок, вообще логика, собственно, да, но тем не менее, вот мне просто кажется интересной, почему эта цитата Бунги, потому что она вот явно показывает такой, ну, раскол, то ли, с одной стороны, вот между философами, которые вот эту программу исследуют, да, вот строение именно формальных, формализации, допустим, физических теорий и, собственно, научной практики, которые вот на таком раннем этапе вот как-то мотивированы этой идеей, что вот это такое делает и очень успешно, чисто в научном смысле, да, поскольку вот эта книга, ну, вот вы тоже, Арсен, об этом упомянули, это очень важная, так сказать, в истории физики работа, но вот с точки зрения логики, ну, действительно, вот те претензии, которые он высказывает, ну, в общем-то, они, ну, если, во всяком случае, не иметь в виду вот тут какие-то исторические моменты, а просто посмотреть, насколько это можно назвать вот формализованной физической теорией, отвечающим вот критериям, допустим, Гильберта, да, аксиоматическому, ну, наверное, то мне кажется, он прав, что это никак не отвечает, нет? Ну да, это да, просто касательно интенции самого Ноймана. И можете потом скинуть, ну, либо презентацию, либо просто ссылку на книжку Бунге, тогда я посмотрю конкретно, что он там пишет. Конечно, кстати, все есть в моей диссертации, вот это все. А, то есть там тоже это хорошо. Да, да, но я могу скинуть, чтобы не искать, потому что он толстый. Да нет, я найду все равно. В общем, да, и касательно, я такую сделаю ремарку, именно аксиоматизации, ведь просто ради, как бы, исторической справедливости, того, что Гильберт ведь совсем не первым был в этом плане, ну, по крайней мере, вот было такое движение в конце 19-го, начале 20-го века, американская школа анализа постулатов. И там были люди типа Хантингтона и Мура, и вот есть такая немножко справедливо забытая историческая заслуга Хантингтона. Это как раз тот человек, который понял, что можно булевую алгебру аксиоматизировать через одну только операцию. Насколько вот я недавно узнал, оказывается, что аксиоматизация группы, как мы привыкли, да, с помощью трех, ну, или четырех, как все, если замкнуть, включать, это заслуга именно Хантингтона. Это нету ни у Вебера, ни у Келли, ни у Каши, в общем, это наслоение вот именно такое, ну, позднее. Что-то похожее встречалось у крона Кирай Куммера, вот в том виде, в котором мы привыкли, это в основном, как оказалось, Хантингтон. И это примерно те же года, что и основание геометрии Гильберта. Я так понимаю, это движение было независимое от Гильберта. Но оно, вот в отличие от Гильберта, на мой взгляд, если про Гильберта все помнят, если что-то там делается в духе, ну, Гильберта как раз на основании геометрии, его там упоминают, то про Хантингтона практически никто не помнит. Ну, да, в общем, я согласен. Там много всего, естественно, и Паши, и итальянская школа пиано. В общем, да, так как получилось, что вот Гильберт именно встал на первое место. И основная такая вот отсылка именно Гильберту. Ну, да. Хотя именно по теории групп, мне кажется, что у Келли-то в статье, ну, фактически они выписаны. И доказана теорема, самое главное, у представления, что любая, так сказать, конечная группа... Нет, Келли работает только с группами перестановок. Он просто конкретно говорит, что у нас возникают перестановки в связи с решением уравнений. Но там вот именно Аксиом, кажется, нет. Нет, Арсенто. Ну, Аксиом в таком явном виде нет, но он там доказывает теорему представления. Вот аналогичный там теореме Стоуна для множества. Или там Леонеда, да? Да, я знаю, базовый результат, что... И теорема, собственно, в том, что вот он вводит абстрактное понятие группы и показывает, что она, любая группа, ну, по меньшей мере, конечной, там, бесконечными, не очень понятно, сколько его аргумент проходит, но с конечной все совершенно чисто, что любая абстрактная группа реализуется как подгруппа симметрической группы, группы перестановок. Ну, просто у него не дается определение абстрактной группы в том виде, в котором мы привыкли, но мы можем к этому потом еще отдельно. Ну да. Окей, окей. Спасибо. Вам спасибо за капитал. Все. Так, хорошо. Вот следующий Евгений поднял руку. Коллеги, добрый день. Андрей, у меня тоже к тебе же вопрос. Значит, или, точнее, то два. Вопрос номер один. Ты, как мне показалось, ты по всему докладу говорил логические методы, имея в виду аксиоматические методы или аксиоматическое построение логики. Вопрос, почему? Ну, то есть, считаешь ли ты, что про другие логические методы, то есть, про другие способы построения логических теорий или, лучше сказать, дедуктивных систем, там, естественный вывод или секвенциальное исчисление, можно сказать все то же, что про аксиоматическое исчисление, это был первый вопрос. Можно по очереди, Жень, а то я запутаюсь. Смотри, ну, во-первых, конечно, я не пытался сказать вот о логике в самом-самом общем смысле, и в этом смысле, ну, просто простой ответ, потому что это моя тема. Но, вот важно, что именно, допустим, генсеновские системы, я, собственно, включаю вот под эту шапку аксиоматических методов, ну, что, может быть, не совсем стандартное употребление, но мне кажется, вот я же уже об этом сделал замечание, оправданное, по меньшей мере, вот если мы говорим о там унивалентных основаниях, да, как аксиоматической системе, в которую мы можем что-то там добавлять какие-то дополнительные вот к основному ядру там типы и процедуры, то это же именно генсеновская система. Там нет аксиом, ну, кроме аксиома унивалентности, который на самом деле мешает в таком виде, да, его, допустим, в кубической теории типов от нее, ее тоже превращают в правило. То есть это чисто генсеновская система. Так что я просто говорю вот об аксиоматических только в таком вот расширительном смысле. Ну, окей. Ну, это тогда нам нужно развести термины аксиоматической системы и, скажем так, Hilbert Style System, да, вот. Потому что если ты генсеновские исчисления относишь к аксиоматическим, то тогда они не гильбертовского типа, да. Ну, окей. И у меня был второй вопрос. Вот, допустим, научную теорию, ну, какую-то стандартную, там, большинство научных теорий невозможно представить в таком классическом аксиоматическом смысле. Но, с другой стороны, ведь дедуктивные следствия для научной теории важны. И, как бы, для научной теории, для любого научного исследования важно, какие следствия имеют то или иное множество тезисов. И вот поэтому у меня возникает такое предположение. Может быть, каждая научная теория использует какую-то чисто логическую дедуктивную систему. Вот. При этом, ну, как бы собственные научные положения, при этом, может быть, мы... Короче, я хочу сказать вот что. Может быть, мы не можем научную теорию полностью аксиоматизировать в стандартном таком логическом смысле. Но при этом любая научная теория предположительно использует какую-то логику для извлечения следствий из множеств посылок. И эту логику, наверное, в каждом случае можно представить аксиоматически. У меня вопрос, как ты относишься к этому предположению. Да. Ну, смотри. Во-первых, опять-таки, когда мы говорим о дедукции, например, то важно вот уточнить термин. И одно понимание дедукции вот как в классических там систем гильбертовского типа, ну, это, собственно, логический вывод. Да, вот у нас, собственно, в таких аксиоматизациях есть вот одно правило, грубо говоря, и больше не нужно. Вот. С другой стороны, если мы, например, хотим говорить о дедукции эвклида в начале, ну, что тоже имеет смысл, да, вот есть некоторые первоначальные положения и дальше выводы, то они не так устроены, да, то есть там важную роль играют правила типа построения циркулемой линейки, которые, так сказать, применяются не к пропозиции, а вот с каким-то другим объектом и все это вместе как-то работает хитро и все равно получается дедукция, но вот в более широком смысле. Теперь вот что происходит именно в, допустим, гомотопической теории типов, ну, или даже просто в теории типов Мартина Лёфа, да, там получается так, что дедукция просто вот по изоморфизму Гарри Фоварда, грубо говоря, ну, так вот уточненному, вот о котором речь во втором докладе шла, о котором вот Николай и Николай нам рассказывали, ну, как бы совпадает с конструкцией, то есть те же правила, вот, которые лежат в основании теории типов Мартина Лёфа, они, с одной стороны, применяются пропозициональным типом, то есть к тем объектам, которые мы интерпретируем как именно пропозиции и, соответственно, вследствие применения этих правил вот можно назвать логическим выводом в таком туском смысле, но также и к непропозициональным типам, которые вот создают нам, так сказать, некие конструкции высших порядков, но это все вот вместе, вместе работает. То есть в этом смысле, ну, речь не идет о том, как раз, чтобы вот какую-то взять логику от фонаря, что ли, и отдельно ее фиксировать, а кроме логики там что-то еще делать теорию моделей, грубо говоря, отдельно от логики. Вот как раз такая привлекательная сторона вот такого метода в том, что мы как бы в одном пакете тут получаем и логику в узком смысле, да, и вот некий, так сказать, конструктор, который вот не только логическими объектами может работать. окей, спасибо. Спасибо, Жень. Так, может быть, у кого-то еще есть вопросы или комментарии? не находятся желающие. Я могу еще спросить. Николай, ну мы здесь попереписывались уже в чате, но вот может быть Николай что-то чуть-чуть прокомментирует, потому что действительно очень интересно и действительно мне кажется важно иметь вот так сказать фидбэк со стороны практических программистов, которые вот такие общие идеи пытаются имплементировать и сталкиваются так сказать с настоящими трудностями. Ну вот последний вопрос там был по поводу как раз усечения, то есть проблема, как я понял, в том, что проблема с использованием языков с зависимыми типами в том, что действительно ну то, что называется как это proof relevance, то, что мы за каждым утверждениями должны обязательно тащить его доказательства, которые может быть длинные и сложные, это то, что вот в обычной практике мы часто не делаем, тут уже такой большой философский вопрос, вот который Гуссер, так сказать, ставил, насколько это оправданно или нет, но практика такая, да, что мы знаем, что какая-то теорема где-то доказана, иногда мы думаем, что мы в принципе там, если залезем в книжку или мы сможем ее доказать, но, так сказать, тем не менее на веру принимаем, что это вещь доказанная, что люди, другие люди до нас все хорошо проверили, и дальше мы это просто используем, и по-видимому без вот такого вот отсечения действительно практически так сказать наука в современном смысле вряд ли возможно, то есть такая важная функция, которую надо и надо уметь выключать, да, и все-таки доходить вот до оснований, но которую часто надо уметь наоборот включать и ей пользоваться, и вот гомотопической теоретипой действительно есть операция, которую вот как мне подсказал Николай правильнее называть усечение, кстати, обрезание это мне вот геометра говорили, что они так это использовали и без всякой так сказать логики и теоретипов именно в геометрии, но действительно усечение может быть лучше, которое собственно состоит в том, что мы из любого типа там со всякими высшими этими порядками делаем высказывания, и это значит, что мы игнорируем все, кроме того факта он так сказать пустой или нет, если там что-нибудь или нет, и если мы вот это так сказать содержание типа интерпретируем как доказательство высказывания, это собственно будет знать, что мы там не разбираем какие есть разные доказательства, в чем стоит доказательство, а насколько интересует доказанное или не доказанное. Ну и вот вопрос действительно, почему вот это тяжело так сказать имплементировать какие здесь проблемы. Мне кажется, тут такая же ситуация, как и в математике. Даже когда мы неявно говорим, что где-то какая-то теорема доказана, иногда мы используем построение, которое в этой теореме использовалось, а это уже конструктивное использование этой теоремы, и как бы теоретически мы могли бы, наверное, доказать, не используя то самое построение, но тогда происходило какое-то дублирование работы, нам пришлось бы какие-то вещи повторить, и то же самое, насколько я понимаю, происходит и в программировании с зависимыми типами, вместо того, чтобы повторять одни и те же вещи и таким образом еще и неэффективно доказывать, это все-таки на практике тоже, тайпчекер работает не мгновенно, к сожалению, поэтому производительность не только для программистов важна, но и на самом деле математики тоже, у них правда другое представление производительности, другие критерии, но тем не менее, они хотят, чтобы компьютерам быстрее отвечал, правильно их доказательства или нет, и в этом плане им тоже важно, конечно, не повторять слишком много работы, ну и опять же, не хочется повторять эту работу, поэтому, несмотря на то, что proof irrelevance, то есть, когда мы забываем про доказательства, нам просто важно знать, что оно верно, иногда это работает и можно про это забыть, но, к сожалению, не всегда, я вот так сходу примеров, к сожалению, не могу назвать, вот я в чате написал примерно о чем речь, то есть, если множество конечно, то, ну там, какой-то тип представляет конечное множество, нам иногда важно знать не просто, что оно конечно, а важно знать именно кардинальность этого множества, сколько в нем элементов, вот, потому что в каких-то доказательствах это может быть важно, то есть проще можно доказать, если знаешь больше вещей про это множество, проще, быстрее и так далее, вот, поэтому на практике, да, формально мы можем забывать про доказательства, но не всегда это делается и не всегда это легко, просто забыть и заново все, и тем не менее все нужные свойства доказать, вот, но об гомотопической теории типов там все сложнее, да. Спасибо. Вот, то есть мне кажется, что в этом плане я упомянул модальные логики очень интересны, интересны, по крайней мере, для меня открытия относительно недавнее, в том плане, что они позволяют некоторые свойства по сути закодировать в самих, не таскать доказательства, не таскать доказательства определенных свойств вместе с типами и немножечко по-другому с ними работать. Это не для всех свойств работает, но для таких общих свойств, как непрерывность или дифференцируемость или даже вот эта гомотопическая структура сама по себе может быть описана с использованием различных модальностей. Вот, и мне кажется, особенно в контексте, где может быть какая-то мультимодальная система типов, можно говорить про какие-то как это встроенные языки, так же, как вот с функциональными языками программирования, для чего они часто используются, это для того, чтобы определять предметно-ориентированные языки, которые встроены, как библиотека. Библиотека для логического программирования, библиотека для работы с базой данных, вот, но они при этом могут выглядеть так, что они как бы вроде бы ты пишешь там на хаске или на леспе, но библиотека представляет функции в таком виде, что по сути ты пишешь программу на специфичном языке программирования, который специально подстроен под то, чтобы ты мог работать с базой данных или с чем-то еще. И мне кажется, аналогичная вещь произойдет в какой-то момент с математикой, когда нужные инструменты появятся формальные, что можно будет определить, вот у нас есть встроенный язык внутри, там, не знаю, лин, например, в котором удобно работать с такой-то теорией или с такой-то теорией или с таким-то, даже если мы говорим про программы, там, условно, есть удобная формализация там массивов, каких-то там сортировок, упорядоченных всяких, последовательностей. И оно может быть сделано так, что все доказательства, или, по крайней мере, большинство доказательств может быть прозрачны для программиста. И это может быть достигнуто как за счет параметрического полиморфизма, там, или аналогичных вещей, или оно может быть достигнуто за счет модальных типов, оно может быть достигнуто за счет какой-то категорификации определений, так что при композиции более сложных структур автоматически получаются нужные свойства. Вот. Но, в общем, суть в том, чтобы часть доказательств, по крайней мере, которые могли бы автоматически произойти, убрать, облегчить необходимость в математической бюрократии в формальной системе и уже просить от программиста только более существенных или, может быть, даже чуть менее формального доказательства, которые компьютер уже может перевести и дополнить. Нет, как это, недостающие формальные куски может самостоятельно дополнить. Вот. Я пока не говорю в сторону совсем чат-GPT, который может заполнить какие-то куски. Нет. Я имею в виду пока чисто формальную систему, но которая может быть достаточно упрощена для программиста, чтобы по крайней мере, какие-то формальные куски могли быть заполнены. Да, спасибо. Ну, кстати, насчет вот совмещения, ну, там не с чатом-GDP, но вот с машинным обучением такие уже сейчас есть системы, но решили просто две задачи, вот поиск доказательства и проверка, да, и, так сказать, соответственно, распределение раллии кажется естественным. Да, да, я даже да, я слышал про работу, сейчас не буду врать, кто этим занимается, в Великобритании кто-то этим занимается. В общем, берут различные математические утверждения, берут Math Overflow, которым, соответственно, объясняют на человечестве, на как бы естественном языке с математической нотацией, берут формальные доказательства из библиотек на ЛИН, если я правильно помню, берут Proof Assistant ЛИН, вот, значит, на всем этом обучают и делят процесс формализации математики на, как это, такой пайплайн они делают, что, значит, они просят искусственный интеллект попытаться, значит, набросать структуру доказательства, опираясь на вот эти ответы на Math Overflow, а затем уже пытаются заполнить, доделать этот шаблон до нормального формального уже доказательства проверенного ЛИН при помощи других формальных методов уже не искусственного интеллекта, а там алгоритмы унификации и всего прочего, вот, ну, или людей просят доделать тоже, если что-то не получается у машин, вот, и таким образом переводить математику, у них там большой проект, я забыл, как он называется, почему-то, не помню, который они переводят, значит, математику всю в формальную математику на ЛИН. Да, да, но вот единственное, что, ну, у меня лично вызывает сожаление, хотя, может быть, тут есть глубокие и важные причины, но что ЛИН, как вы знаете, полностью отказался уже вот с предыдущей версии от всякой гомотопической теории, и то ли это просто такой, ну, консерватизм действительно, что вот люди все-таки более привыкли к, я не знаю, такому, к бурбаке, грубо говоря, либо что-то, конечно, тут более важное. Но те проекты, на которых они сфокусированы, они гомотопическую теорию типов никак не используют, поэтому для них это действительно неважно, с одной стороны, а с другой стороны, если они могут встроить uniqueness of identity proves, то есть, когда все доказательства, что два значения равны, оно нерелевантно, да, если они могут это встроить в сам язык, то они могут, соответственно, много разных алгоритмов поиска доказательств встроить более эффективных в сам язык и, по сути, как это, сократить затраты на разработку, да. Понимаете, здесь просто, если чуть-чуть шире на это посмотреть, вот не просто с точки зрения такой, так сказать, компьютерной какой-то задачи, там, что-то сделать для математики, а вот с точки зрения математики, да, то действительно вот это унивалентное основание, все-таки такая интересная попытка, ну, как бы переобосновать математику, которую вот можно сравнить там с теорией множества, и это, ну, грубо говоря, вот открывает возможность всякой новой интересной математики, как это из теории множества было, там, сто лет назад, и в этом смысле, ну, просто мне это кажется даже вот важным проектом, даже безотносительно, там, компьютерной проверки, это будет, так сказать, новый такой способ переписать старую математику и делать новую, вот, и, конечно, все-таки как-то хотелось бы, чтобы компьютерные, вот, так сказать, разработчики тоже, тоже это поддерживают, да, ну, Лин не поддерживает, но, тем не менее, и по-прежнему есть КОК, есть АГДА, кубическая АГДА, в частности, есть еще экспериментальные профассистенты, много, поэтому, еще потери, хотя, хотя, такого финансирования, как у Лина, вот, тоже, это правда, на дороге не валяется, согласен, да, спасибо, спасибо за вопросы, ну, что, коллеги, еще, может быть, какие-то вопросы, комментарии, кто-то хочет еще чем-нибудь поделиться с нами, со всеми, но вот, что-то, видимо, больше нету желающих, видимо, мы исчерпали весь запас, и весь запал на сегодня, тогда, получается, будем завершать, видимо, наше обсуждение, еще раз всем большое спасибо за то, что вы к нам присоединились, большое спасибо нашим докладчикам за интересное выступление, присоединяйтесь к остальным нашим мероприятиям, к Аналитикону, и ко всем другим, информацию о которых можно у нас где-нибудь в Телеграме, или еще где-нибудь прочитать, вот, ну, я от лица Воргкомитета еще раз всех благодарю, и вот за моей спиной елка все еще стоит, поэтому поздравляю со всеми прошедшими праздниками, особенно со самым свежим, да, со старым Новым Годом, который вот только-только наступил, вот, всем спасибо, надеюсь, что мы еще с вами встретимся. всем за организацию, за предложение. Огромное спасибо, да. Все, ладно. Спасибо. Спасибо. До скорой.